Илья Ефимович Репин. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе. Впервые Илья Ефимович Репин, 1844-1930 годы, встретился с Тургеневым в Петербурге в 1871 году. Писатель, по всей вероятности, уже многослышавший от Стасова о талантливом выпускнике Академии художеств, посетил его мастерскую в обществе художника Ге. «Я писал тогда Бурлаков», — рассказывал впоследствии Репин в мемуарной книге «Далекое близкое». Когда они вошли, я не знал, на кого смотреть. Тургенева я увидел тут в первый раз. Репин. «Далекая близкая Москва», 1961 год, страница 303. Тургенев не сразу почувствовал в молодом художнике будущего выдающегося мастера русского живописного искусства, хотя его известный отзыв о Репине в письме к Стасову от 28 ноября, 10 декабря, 1871 года, был весьма положительным. «В нем талант — большой и несомненный темперамент живописцем». Тургенев письма, том 9, страница 176. Возможно, что именно такое впечатление Тургенев вынес после первого посещения мастерской художника. Однако последующее знакомство с работами Репина надолго охладило Тургенева. Писатель решительно не принял его панно «Славянские композиторы». Картина, которая представляла собой групповой портрет русских, польских, чешских музыкантов, живших в разные времена, покойных и здравствующих, вызвала откровенное недовольство Тургенева. «Это рассудочное искусство, литература», — говорил он художнику, ознакомившись с полотном. Репин, далекая, близкая, страница 215. Другим событием, в какой-то степени бросившим тень на взаимоотношения Репина и Тургенева, была публикация отрывков из писем художника в статье Стасова, в которых молодой Репин отрицал Рафаэля. На эту историю есть намек в тексте самих воспоминаний. «Тургенев был очень сдержан по отношению к моему искусству», — утверждал Репин. «Я думаю, тут было мешающим мнение петербургской среды, целого круга во главе со Стасовым». Несмотря на существующие между ними разногласия, Тургенев и Репин испытывали искреннюю симпатию друг к другу. Особенно они сблизились во время пребывания Репина в Париже с конца 1873 по июль 1876 года. Репин в это время часто встречался с Тургеневым на вечерах у художника Боголюбовым, бывал на знаменитых четвергах и воскресных концертах в доме Виардо. В марте 1874 года Репин начал писать портрет Тургенева по заказу Третьякова для большой серии портретов выдающихся русских писателей. Кисти Репина принадлежит также портрет Тургенева 1897 и портрет 1883 годов и рисунок тушью 1884 года. В своем восприятии творчества Репина Тургенев претерпел известную эволюцию. В 1882 году среди наиболее талантливых произведений русских художников он называет «Бурлаков Репина». Нужно заметить, что Тургеневу не пришлось увидеть таких созданий художника, как Иван Грозный, «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», которые были показаны на передвижных выставках 1883-85 годов, уже после смерти писателя. Воспоминания Репина о Тургеневе приведены им в письме к искусствоведу Владимиру Феофиловичу Зейлеру от июля-августа 1928 года. Публикация Назаровой, Тургенев в письме Репина к Зейлеру. Тургеневский сборник, выпуск 3, 1967 год, страницы с 401 по 407. Зейлер назвал этот мемуарный очерк «Удивительным по интересу и живости изложения». Тургеневский сборник, выпуск 3, 1967 год, страница 401. Содержание письма близко к автобиографическим заметкам, сделанным Репином для своего биографа Сергея Эрнста. Текст печатается по изданию. Тургеневский сборник, выпуск 3, 1967 год, страницы с 402 по 404. Письмо к Владимиру Феофиловичу Зейлеру. Конец июля, начало августа 1928 года. Пенаты. Исполняя ваше желание, писание портрета Ивана Сергеевича Тургенева, опишу со всеми подробностями. Из Москвы, от Третьякова, я получил от него заказ на этот портрет. Поселился в Париже, недалеко от Тургенева, чтобы не затрудняться расстоянием. Иван Сергеевич принял меня очень ласково, и первый сеанс прошел в блаженной удаче. Первый сеанс был так удачен, говорится и в автобиографических заметках, что Иван Сергеевич торжествовал мой успех. Художественное наследство, том 1. Илья Ефимович Репин. Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1948 год, страница 380. И я радовался, и Иван Сергеевич поздравлял меня с успехом. На другой день утром, перед началом сеанса, я получил от Ивана Сергеевича длинную записку. Он описывал подробно, что мадам Виардо забраковала этот портрет. «Я непременно должен начать на новом холсте». Ей особенно не нравилось выражение лица, что особенно восхищало нас. После долгого уговора я с отчаянием повернул свой холст. Надо было, по мнению мадам Виардо, взять другой поворот, другого профиля. Этот нехорош у Ивана Сергеевича. Репин писал Стасову 27 марта, 8 апреля 1874 года. Одну голову он забраковал. Написал хорошо, но вышел бесстыдно улыбающийся старый развратник. Друзья Тургенева советовали переменить положение, так как не находили похожим. Репин и Тургенев, страница 21. Но уже в автобиографических заметках, так же, как и в мемуарном письме, Репин пишет, что именно Виардо совсем забраковало начало и порекомендовало начать в другом повороте. Сколько я не убеждал Ивана Сергеевича, ничего не помогло. Художественное наследство, том 1, страницы 380-381. Впоследствии Репин, по-видимому, вернулся к этому первоначальному варианту, и он послужил основой для его Тургеневского портрета 1883 года. Репин и Тургенев, страницы со 101 по 108. Все перевернулось. Началось долгое старательное описание «Мое» и долгое терпеливое позирование Ивана Сергеевича, уже не увенчавшееся желанным успехом, а рукам этого портрета посчастливилось быть замеченными Владимиром Васильевичем Стасовым. Репин сообщил Стасову в письме от 13-25 апреля 1874 года восторженный отзыв Тургенева о живописи рук на его портрете. Тургенев говорит, что только с тех пор, что он увидел работы Харламова, да руки, написанные мною в его портрете, он начинает верить в русскую живопись. Репин и Стасов. Переписка. Том 1. Москва-Ленинград. Издательство Искусство. 1948 год. Портрет этот был приобретен на моей выставке в Москве с Савой Ивановичем Мамонтовым. Он подарил этот портрет Румянцевскому музею, где он и висел долго. Репинский портрет Тургенева, законченный в мае-июне 1874 года, разочаровал Третьякова. Огорченный Репин писал своему заказчику. «Остаюсь с глубоким к вам уважением и в то же время с некоторым грехом на совести за портрет Тургенева, который и мне нисколько не нравится». Репин и Тургенев, страница 23. «Теперь я не знаю, где этот портрет, но каждый раз я не могу равнодушно вспомнить записанную сверху голову, которая была так удачно по жизни и сходству. Но за это большое огорчение я был награжден энным количеством времени, интимно проведенном мною в обществе очаровательного Ивана Сергеевича». Иван Сергеевич был очень популярен, особенно в кругу нигилистов. Все они стремились видеть литературного бога и излить ему душу. Поглощенной божественной моделью я много выслушал интересных повестей разбитых сердец. Здоровое, бодрое сердце Ивана Сергеевича тогда было полно очаровательной испанкой мадам Вярдо, и я был свидетелем этого беспримерного очарования, этого полубога, каким был Тургенев. Однажды утром Иван Сергеевич особенно восторженно, выразительно объявил мне, чтобы я приготовился. Сегодня нас посетит мадам Вярдо. «Мадам Вярдо обладает, — рассказывал Тургенев, — большим вкусом. У них по четвергам собирается большое общество. Вы также приглашены, и я вас прошу быть во фраке». Так принято. «Бывает Сен-Санс и много других очень интересных лиц. Было время, когда был жив, бывал здесь Гуно. Шарль Гуно умер в 1893 году, пережив Тургенева на десять лет. И все это здесь, в доме Вярдо на Рю-де-Дуэ. О, я забегаю вперед, ведь я жду мадам Вярдо». Звонок. Я не узнал Ивана Сергеевича. Он уже был озарен розовым восторгом. Как он помолодел. Он бросился к дверям, приветствовал, суетился. Куда посадить мадам Вярдо? Я уже ранее был инсценирован. Как мне кланяться, что говорить немного по моим знаниям языка. Мадам Вярдо действительно очаровательная женщина. С нею интересно и весело. Но на нее не надо было глядеть анфас. Лицо было неправильно, но глаза, голос, грация движений. Да, эта фея была уже высшей пробы. Как есть, это уже высшая порода. На вечерах по четвергам я увидел, что мадам Вярдо действительно руководит приговором о достоинствах новых явлений в искусствах. К ней обращаются за объяснениями. И мсье Вярдо, муж, также ждет приговора супруги. Это был коренастый крепыш с простым лицом и белыми волосами. Писатель, критик по профессии. Сам Тургенев особенно дорожил его мнением и ждал его приговора. На вечерах Вярдо Тургенев всегда был весел и оживлен. Дети, мадам, особенно поль скрипач, кричали громко «Тургенев! Тургенев!» Иван Сергеевич особенно любил шарады и необыкновенно живо и талантливо быстро преображался сам и всю сцену перестраивал. Мебель, столы, диваны — все служило до невероятной узнаваемости. А Сен-Санс, как молодой мальчик, прыгал и оживлял сцену, и себе моментально придумывал костюмы и неузнаваемо преображался сам. В то время наш молодой художник Харламов писал портреты мсье и мадам Вярдо, и эти два портрета были выставлены в поле индустрии. Мы их видели и очень восхищались. «Еще бы!» — серьезно сказал Иван Сергеевич. «Ведь Харламов теперь лучший портретист в Париже, а, следовательно, и во всем мире». Харламов был уже признан госпожой Вярдо, следовательно, Харламов был уже известен. И действительно, Харламов писал техникой особой красоты. Он изучал Рембрандта, копировал в Гааге его «Урок анатомии», и действительно, техника Харламова была так красива. «Урок анатомии» имеется в виду картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». Копия была сделана Харламовым в 1872 году в Гааге. У Тургенева была в то время своя галерейка картин. Он обожал пейзаж Руссо, а также любил простенькую вещицу Харламова, натюрморт «Две груши». Эти груши были так сладко написаны, что и хотелось съесть. Вообще, галерея Тургенева была невелика, но приобреталась с большим вкусом, с выбором истинного любителя. У него были драгоценные перлы искусства. Тургенев уважал вкус мсье Виардо и верил ему. Он сам, как это ни странно, при совершенно аристократических данных своей культуры, был очень скромен и до робости деликатен. Уважать авторитеты — это была в нем еще университетская традиция. Так как я жил недалеко, то Иван Сергеевич заходил ко мне частенько, был нараспашку, и с ним было очень интересно. На все он имел свой оригинальный взгляд. Видел много и в Европе, и в России, и знал превосходно русский народ и его язык. Я был очень хорошо рекомендован Тургеневу, но сам он был очень сдержан по отношению к моему искусству. Я думаю, тут было мешающее мнение петербургской среды, целого круга во главе со Стасовым. И это не располагало парижских эстетиков в мою пользу. Мы ведь были идеалисты на социальной закваске. Тургенев же, особенно вследствие своего аристократизма, был эстет. Тургенев любил повеселиться в холостой компании. В латинском квартале был скромный ресторанчик, где обедали некогда по преданию Жорж Санд, Гейне и другие любимые знаменитости. А с нами братья Вырубовы, химики, Поленов, Жуковский, сын поэта, Боголюбов и другие немногие. Об одном из обедов у Маньи, который давал Тургенев перед отъездом в Россию в апреле 1874 года, он писал Вырубову, сообщая, что среди присутствующих будут Харламов, Боголюбов, Репин и Поленов. Тургенев, письма, том 10, страницы 231 и 606. Обед стоил 20 франков. И тут со всеми онерами повар приносил рыбу, показывал хозяину, Иван Сергеевич Тургенев был им, и все редкости обеда, как принято. Было очень весело. Хорошее вино, настоящее бордо. Иван Сергеевич веселил всех. В нем просыпался студент. Огромный рост, седая прядь и веселые глаза, звонкий голос и живая студенческая речь. Это так нас опьяняло. Когда что-нибудь из моих работ особенно трогало Ивана Сергеевича, то он с волнением говорил. «Надо непременно, чтобы Виардо однажды посмотрел ваши работы». И я дождался этого. Этот беловолосый авторитет, которого я встретил с большой робостью, вооружился пенсне и совсем близко-близко уткнулся носом в картину. Меня уже начала пробирать авторская дрожь. Я отошел подальше и уже не смел спросить Тургенева о приговоре авторитета. Но почти был уверен, что он не был в мою пользу. Я знал, что я этой марки не выдержу. Иван Сергеевич симпатизировал мне лично. И это особенно я заметил по одному случаю. В Париже я начал трактовать Христа в Гефсиманском саду. Он идет навстречу толпе, которая вооружилась его арестовать, и идет на него с дрекольями. Так как я часто и много увлекался этим сюжетом, то у меня первое время шло увлекательно. Тургенев при первом взгляде на начало остановился со вниманием. По разносторонности своей натуры он увлекался всем и был всегда независим в своих увлечениях и ценил новизну. В другой раз он зашел и говорил много интересного по поводу начатой картины. Но в третий раз, когда он захотел еще взглянуть на Христа, его уже не было. Я записал картину «Стенькой Разиным на лодке». По всей вероятности Репин имеет в виду один из ранних эскизов картины после Гефсиманской ночи. Картина на сюжет о «Стеньке Разине», по-видимому, так и не была завершена. Известен карандашный рисунок Степан Разин бросает персидскую княжну в воду. Тургеневский сборник, выпуск третий, 1967 год, страница 407. Тургенев, когда узнал это, взглянул на меня своими выразительными глазами, до невероятности удивился. И я заметил, что он уже посмотрел на меня, как на психически неблагополучного. Да, действительно, этим пороком, самоуничтожением, я страдаю и по сие время. И часто, даже ночью проснувшись, я невыразимо страдаю при воспоминании о погубленных своих жертвах. Ваш Илья Репин Анатолий Федорович Кони Анатолий Федорович Кони, 1844-1927 годы, один из крупнейших юристов конца XIX-начала XX века, прогрессивный общественный деятель, вошел в историю русской культуры и как талантливый литератор, публицист и автор воспоминаний. Кони, великолепный знаток человеческой психологии, прекрасный рассказчик, пользовался огромным авторитетом в среде русских писателей. Он сам являл собой личность, чрезвычайно интересную. Некрасов, Толстой, Достоевский находили в его рассказах, почерпнутых из богатого опыта судебной практики, источники для своих замыслов. Ваша биография теснейшим образом переплетена с именами крупнейших наших писателей и поэтов, и многие их величайшие произведения непосредственно связаны с вашей творческой мыслью, говорилось в адресе Пушкинского дома в связи с 80-летием Анатолия Федоровича Кони. Кони принадлежат мемуарные очерки о многих выдающихся личностях своего времени, Достоевском, Некрасове, Тургеневе, Григоровиче и других. С Тургеневым он познакомился в 1871 году и стал горячим его почитателем. Помимо воспоминаний под названием «Иван Сергеевич Тургенев», о Тургеневе Кони написаны статья мемуарного характера «Савина и Тургенев», «Некролог памяти Тургенева», во многом повторяющий очерк «Иван Сергеевич Тургенев» и хроника похороны Ивана Сергеевича Тургенева. Им были подготовлены два историко-литературных издания, посвященных жизни и творчеству писателя, «Тургеневский сборник. Петроград. 1921 год» и «Сборник. Тургенев и Савина. Петроград. 1918». Текст печатается по последнему прижизненному изданию «Анатолий Федорович Кони. На жизненном пути. Том 2. Москва. 1916 год». Иван Сергеевич Тургенев В первый раз я близко встретился с Тургеневым в 1874 году в один из его кратковременных приездов в Петербург. Его вообще интересовали наши новые суды, а затем особое его внимание остановил на себе разбиравшийся в этом году при моем участии в качестве прокурора громкий по личности участников процесс об убийстве помещика одной из северных губерний, соблазнившего доверчивую девчушку и устроившего затем брак ее со своим хорошим знакомым, от которого он скрыл свои предшествовавшие отношения к невесте. Я говорил подробно об этом деле в записках судебного деятеля. Имеется в виду громкий процесс об убийстве на почве ревности псковского помещика Чихачева земским деятелем Непепиным. В журнале публикации своих мемуаров Кони кратко остановился на подробностях этого процесса «Вестник Европы», 1908 год, книга пятая. В последующих изданиях они были опущены, так как в первый том книги «На жизненном пути» Кони полностью включил свою речь по делу об убийстве каллежского асессора Чихачева. Переписка участников этой драмы, дневник жены и личность убийцы, обладавшего в частной и общественной жизни многими симпатичными и даже трогательными свойствами, представляли чрезвычайно интересный материал для глубокого и тонкого наблюдателя и изобразителя жизни, каким был Тургенев. Он хотел познакомиться с некоторыми подробностями дела и со взглядом на него человека, которому выпало на долю разбирать эту житейскую драму пред судом. Покойный Виктор Павлович Гаевский привел Тургенева ко мне в окружной суд и познакомил нас. Как сейчас вижу крупную фигуру писателя, сыгравшего такую влиятельную роль в умственном и нравственном развитии людей моего поколения, познакомившего их с несравненной красотой русского слова и давшего им много незабвенных минут душевного умиления. Вижу его седины с прядью, спускающейся на лоб, его милое русское мужичье, как у Льва Николаевича Толстого, лицо, с которым мало гармонировало шелковое кашне, обмотанное по французскому обычаю вокруг шеи. Слышу его мягкий, бабий голос, тоже мало соответствовавший его большому росту и крупному сложению. Я объяснил ему все, что его интересовало в этом деле, прение, по которому он признавал заслуживавшими перевода на французский язык, а затем, уже не помню по какому поводу, разговор перешел на другие темы. Коснулся он, между прочим, Герцена, о котором Тургенев говорил с особой теплотой. Когда Гаевский напомнил, что Иван Сергеевич хотел бы посмотреть самое производство суда с присяжными, я послал узнать, какие дела слушаются в этот день в обоих уголовных отделениях суда. Оказалось, что там как будто нарочно разбирательство шло при закрытых дверях, и что в одном рассмотрение дела уже кончалось, а в другом еще продолжалось судебное следствие. Я повел Тургенева в это последнее отделение и, оставив его на минуту с Гаевским, вошел в зал заседания, чтобы попросить товарища председателя разрешить ему присутствовать при разборе дела. Но этот тупой формалист заявил мне, что это невозможно, так как Тургенев не чин судебного ведомства, и что он может дозволить ему присутствовать лишь в том случае, если подсудимый, отставной солдат, обвинявшийся в растлении восьмилетней девочки, заявит, что просит его допустить в залу как своего родственника. В надежде, что Тургенев, вероятно, почетный мировой судья у себя в Орловской губернии, я обратился к нему с вопросом об этом, но получил отрицательный ответ. Мне, однако, трудно было этому поверить, и я послал в свой кабинет за списком чинов Министерства юстиции, в котором, к великой моей радости и к не меньшему удивлению самого Тургенева, оказалось, что он давно уже почетный мировой судья и даже по двум уездам. Он добродушно рассмеялся, заметив, что это с ним случается не в первый раз, и что точно так же он совершенно случайно узнал о том, что состоит членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности. 24 ноября 6 декабря 1860 года Тургенев вместе с Гончаровым был единогласно избран членом-корреспондентом Академии наук. Я увидел в этом нашу обычную халатность. Даже желая почтить человека, мы обыкновенно не умеем этого доделать до конца. Введенный мною в места за судьями зала заседания, Тургенев чрезвычайно внимательно следил за всеми подробностями процесса. Когда был объявлен перерыв, и судьи ушли в свою совещательную комнату, я привел туда Тургенева. Гаевский уехал раньше и познакомил его с товарищем председателя и членами суда. В составе судей был старейший член суда, почтенный старик-труженик, горячо преданный своему делу, но кроме этого дела ничем не интересовавшийся. Он имел привычку брюзжать, говорить в заседаниях сам с собой и обращаться к свидетелям и участвующим в деле с вопросами, поражавшими своей неожиданной наивностью, причем вечно куда-то торопился, прерывая иногда на полусловие свою отравистую речь. «Позвольте вас познакомить с Иваном Сергеевичем Тургеневым», сказал я ему и прибавил, обращаясь к нашему гостю, а это один из старейших членов нашего суда, Сербинович. Тургенев любезно протянул руку, мой старейший небрежно подал свою и сказал, мельком взглянув на Тургенева, «Хм, Тургенев? Хм, Тургенев? Это вы были председателем казенной палаты в...» и он назвал какой-то губернский город. «Нет, не был», — удивленно ответил Тургенев. «Хм, а я слышал об одном Тургеневе, который был председателем казенной палаты». «Это наш известный писатель», — сказал я в полголоса. «Хм, писатель?» «Не знаю». И он обратился к проходившему помощнику секретаря с каким-то поручением. В следующий приезд Тургенева я встречал его у Стасюлевича и не мог достаточно налюбоваться его манерой рассказывать с изящной простотой и выпуклостью, причем он иногда чрезвычайно оживлялся. Я помню его рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его стихотворений в прозе «Стой! Каким я теперь тебя вижу! Останься навсегда в моей памяти!» Это желание, по-видимому, ощутил сильнее всех сам хозяин и тотчас же привел его в исполнение зависящими от него способами. Он немедленно увел рассказчика в свой кабинет и запер его там, объявив, что не выпустит его, покуда тот не напишет все, что рассказал. Так произошла статья Тургенева о пергамских раскопках, очень интересная и содержательная, но, к сожалению, все-таки немогущая воспроизвести того огня, которым был проникнут устный рассказ. Достоверность рассказа Конни об истории создания очерка «Пергамские раскопки» подтверждается следующей запиской Тургенева Стасюлевичу от 19-31 марта 1880 года. «Я постараюсь написать что-нибудь путное. Завтра рано вы мою статью получите». Тургенев, письма, том 12, книга 2, страницы 222 и 535. Статья «Пергамские раскопки», датированная автором 18-30 марта, была завершена лишь на следующий день, опубликована в апрельском номере «Вестника Европы» за 1880 год. Раза два, придя перед обедом, Тургенев посвящал небольшой кружок в свои сновидения и предчувствия. Это были целые повествования, проникнутые по большей части мрачной поэзией, за которую невольно слышался, как и во всех его последних произведениях, а также в «Старых призраках» и довольно ужас перед неизбежностью надвигающейся смерти. В его рассказах о предчувствиях большую роль, как и у Пушкина, играли суеверные приметы, которым он очень был склонен, несмотря на свои пантеистические взгляды. Зимой у 1879 года Тургенев был проездом в Петербурге и жил довольно долго в меблированных комнатах на углу тогдашней Малой Морской и Невского. По всей вероятности, речь идет о кратковременном пребывании писателя в Петербурге с 8-го, 20-го по 13-е, 25-е февраля 1879 года. Старые, односторонние, предвзятые, подчас продиктованные личным нерасположением и завистью нападки на автора отцов и детей, вызвавшие у него крик души в его «довольно», давно прекратились, и снова симпатии всего, что было лучшего в русском мыслящем обществе, обратились к нему. Особенно восторженно относилась к нему молодежь. Ему приходилось убеждаться в заслуженном внимании и теплом отношении общества почти на каждом шагу, и он сам с милой улыбкой внутреннего удовлетворения говорил, что русское общество его простило. В этот свой приезд он очень мучился припадками подагры и однажды просидел несколько дней безвыходно в тяжелых страданиях, к которым относился, впрочем, с большим юмором, выгодно отличаясь в этом отношении от многих весьма развитых людей, которые не могут удержаться, чтобы прежде всего не нагрузить своего собеседника или посетителя целой массой сведений о своих болезненных ощущениях, достоинствах врачей и качествах прописанных медикаментов. Придя к нему вместе с покойным Урусовым, мы встретили у него Салтыкова-Щедрина и присутствовали при их поразившей нас своей дипломатичностью беседе, что так мало вязалось с брончивой повадкой знаменитого сатирика. Было очевидно, что есть много литературных, а может быть и житейских вопросов, по которым они резко расходились во мнениях. Но было интересно слышать, как они оба тщательно обходили эти вопросы не только сами, но даже и тогда, когда их возбуждал Урусов. В конце января этого года скончался мой отец, старый литератор 30-х и 40-х годов и редактор-издатель журнала «Пантеон», главным образом посвященного искусству и преимущественно театру, вследствие чего покойный был в хороших отношениях со многими выдающимися артистами того времени. В бумагах его среди писем Мочалова, Щепкина, Мартынова и Каратыгина оказался большой дегеротипный портрет Полины Виардо-Гарсия с любезной надписью. Она изображена на нем в костюме начала 50-х годов, в гладкой прическе с пробором посредине, закрывающей наполовину уши и с височками. Крупные черты ее некрасивого лица с толстыми губами и энергическим подбородком тем не менее привлекательны благодаря прекрасным большим темным глазам с глубоким выражением. Среди этих же бумаг я нашел стихотворение забытого теперь поэта Мятлева, автора сенсаций госпожи Курдюковой «Дон ле Транже». Пользовавшихся в свое непритязательное время некоторой славой и представляющих скучную, в конце концов, смесь французского с нижегородским. В таком же роде было и это его стихотворение, помеченное 1843 годом. Вот оно. Что за вердо? Что за вердо? Напрасно так певицу называют. Неужели не понимают, какой небесный в ней кодо? Скорее, слушая сирену, шампанского, игру и пену, припомним мы, так высоко, и самый лучший вервклико не залетит, не унесется, как песнь ее, когда зальется соловушкую. Э-э, времан, пред ней водится и креман. Она в сомнамбуле в отел заткнет за пояс Монтебелло, а про моэт и селлери ты даже и не говори. По времени оно относилось к тем годам, когда впервые появилась на петербургской оперной сцене Виардо, и когда с нею познакомился Тургенев, сразу подпавший под обаяние ее чудного голоса и всей ее властной личности. Восторг, ею возбуждаемый в слушателях, нашел себе выражение в приведенных стихах Мятлева, но для массы слушателей Виардо он был, конечно, приходящим, тогда как в душу Тургенева этот восторг вошел до самой сокровенной ее глубины и остался там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого однолюба. И, может быть, в некоторых отношениях, исказив то, чем эта жизнь могла бы быть. Несомненно, что описание Тургеневым, внезапно налетевшей на некоторых из его героев любви, вырвавшей, подобно буре из сердца их слабые ростки других чувств, и те скорбные меланхолические ноты, которые звучат в описаниях душевного состояния этих героев в вешних водах, дыме и переписке, имеют автобиографический источник. Недаром он писал в 1873 году госпоже Команвиль. Ваше суждение о вешних водах совершенно правильно. Что же касается второй части, которая недостаточно обоснована и ненеобходима, я дал себя увлечь воспоминанием. Замечательно, что более чем через тридцать пять лет после первых встреч с Виардо в сентябре 1879 года Тургенев начал одно из своих чудных стихотворений в прозе словами «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы!» «Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна из свеч. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит, как хороши, как свежи были розы. Оказывается, что забытое Тургеневым и слышанное им где-то и когда-то стихотворение принадлежало Мятлеву и было напечатано в 1843 году под названием «Розы». Вот начальная строфа этого произведения, звучавшая через три с половиной десятилетия своим первым стихом в памяти незабвенного художника вместе с Мятлевым, восхищавшегося Виардо Гарсией. «Как хороши, как свежи были розы в моем саду! Как взор прельщали мой, как я молил весенние морозы Не трогать их холодной рукой!» В этот свой приезд Тургенев снова часто бывал у Стасюлевича и много рассказывал с большим оживлением и жизненной бодростью в голосе и в зоре. Выше всех и краше всего для него был Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилением, приводя обширные цитаты и комментируя их с особой глубиной и оригинальностью. В этом сходился он с Гончаровым, который также благоговел перед Пушкиным и знал наизусть не только множество его стихов, но и выдающиеся места его прозы. На почве преклонения перед Пушкиным произошел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Кавелина, ропщущий, негодующий и страдающий Лермонтов, был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова. Он с любовью останавливался на указаниях Пушкина на источники и условия поэтического творчества, поражался их верностью и глубиной, и с восторгом цитировал изображение Пушкиным, прилива вдохновения, благодаря которому душа поэта становится полна смятения и звуков. В словах его с очевидностью звучало, что и он в своем творчестве не раз испытал такое смятение. Почти все современники, писавшие о Тургеневе, обращали внимание на то, как благоговейно любил он Пушкина. Пушкин — наш общий учитель, в непозволительном загоне, в мое время его знали наизусть. И посмотрите, как писали, — говорил Тургенев, — возьмите Гончарова, его слог — верх красоты. Павловский. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе, русский курьер, 1884 год, номер 137. О споре Тургенева с Кавелиным Кони писал также в очерке «Кавелин на жизненном пути, том 4, Ревель, Берлин, 1922 год». Почти всегда в бодром настроении духа он бывал в это время неистащимым в рассказах из своей жизни и своих наблюдений. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города, кажется, обаяние или Мценска, вместе с известным по запискам охотника Ермолаем, он встретил одного из местных мещан, которому Ермолай поклонился как знакомому. «Что это?» — спросил Тургенев, когда тот прошел мимо, лицо-то у него как расцарапано, даже кровь сочится. «И впрямь», — ответил Ермолай, — спросить надо. «Эй, Семенович, подожди малость». И когда они оба подошли к остановившемуся, то Ермолай сказал ему, что это у тебя лик-то какой, весь в царапинах. Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, в разумительном тоном сказал «Жена встретила». В другой раз, описывая свое студенческое житье в Петербурге, Тургенев с удивительной живостью, подражая голосу своей квартирной хозяйки немки, передавал, как она, слушая его ропот на судьбу, не баловавшую его получением денег из отчего дома, говаривала ему «Эх, Иван Сергеевич, не надо быть грустный, man soll nicht traurig sein». Не надо грустить. «Жесть — это как мух, пренеприятный насеком. Что делает? Терпеет надо». Когда настал день отъезда Тургенева, то, желая доставить ему удовольствие и в то же время избавить его от каких-либо личных объяснений, я послал ему портрет Виардо, принадлежавший моему отцу. Но он успел мне ответить. «Любезнейший Анатолий Федорович», писал он мне 18 марта 1879 года, «я не хочу уехать из России, не поблагодарив вас за ваш для меня весьма драгоценный подарок. Да геротип моей старинной приятельницы, перенося меня за 30 лет назад, оживляет для меня то незабвенное время. Примите еще раз мое искреннее спасибо. Позвольте дружески пожать вашу руку и уверить вас в чувствах неизменного уважения, преданного вам, Ив Тургенева». Летом того же года мне пришлось быть в Париже одновременно со Стасюлевичем и его супругой. Тургенев жил в это время там, и Стасюлевич пригласил нас обоих завтракать к Вуазену, где готовили каких-то особенных куропаток, очень расхваливаемых Иваном Сергеевичем. Было условлено, что я заеду за Тургеневым, и мы вместе в назначенный час приедем к Вуазену. На мой звонок мне отворил весьма неприветливый привратник, швейцар, и, узнав мою фамилию, указал мне на верхний этаж, куда вела лестница темного дерева с широким пролетом в середине, и отрывисто сказал мне «Вас примут». Проходя мимо дверей того этажа, который у нас называется Белетажем, я услышал за ними чей-то довольно резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, прерываемые по временам чьими-то замечаниями. Наверху меня встретил Иван Сергеевич и ввел в свое помещение, состоявшее из двух комнат. На нем была старая, довольно потертая бархатная куртка. Царившая в комнатах оброшенность неприятно поразила меня. На маленьком закрытом рояле и положенных на него нотах лежал густой слой пыли, штора старинного прямого образца одним из своих верхних углов оторвалась от палки, которая была прикреплена, и висела поперек окна, загораживая часть света. Очевидно, уже давно, так как и на ее складках замечался такой же слой пыли. Расхаживая во время разговора с хозяином по комнате, я не мог не заметить, что в соседней небольшой спальне все было в беспорядке и не убрано, несмотря на то, что был уже второй час дня. Мне невольно вспомнился стих Некрасова. «Но тот, кто любящий рукой, не охранен, не обеспечен...» Перефраз строк из поэмы Некрасова «Несчастные». Некрасов, том второй, страница, двадцать пятая. Видя, что оживленная беседа с Тургеневым, очень интересовавшимся событиями и ходом дел на родине, может нас задержать, я напомнил ему, что нас ждут. «Да-да», — заторопился он, — «сейчас я оденусь». И через минуту вошел в темно-сером пальто из какой-то материи, напоминавшей толстую парусину. Продолжая говорить, он хотел застегнуться и машинально искал пуговицу, которой уже давно на этом месте не было. «Вы напрасно ищите пуговицу», — заметил я, смеясь. «Ее нет?» «Ах!» — воскликнул он. «И в самом деле! Ну так мы застегнемся на другую». И он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступившая наружу подкладка. Он добродушно улыбнулся и, махнув рукой, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать. Когда, спускаясь с лестницы, мы стали приближаться к дверям беллетажа, за ними раздались звуки сильного контральто, то же, как казалось, передававшие какое-то вокальное упражнение. Тургенев вдруг замолк, шепнул мне «ш-ш-ш-ш», и сменил свои тяжелые шаги тихой поступью, а затем остановился против дверей, быстрым движением взял меня ниже локтя своей большой, покрытой редкими черными волосами рукою, и сказал мне, показывая глазами на дверь, «Какой голос до сих пор!» Я не могу забыть ни выражение его лица, ни звука его голоса в эту минуту. Такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выражались в них. За завтраком он был очень весел, много рассказывал о Золя и Доде, и ядовито подсмеивался над первым из них, когда я обратил его внимание на то, что одна из последних корреспонденций Золя в «Вестнике Европы» о наводнениях в долине Луары, есть в сущности повторение того, что рассказано автором в одном из ранних его произведений. Имеется в виду очерк «Наводнение», «Вестник Европы», 1875 год, номер восьмой. Ранняя повесть «Приключения Большого Сидуана» и «Маленького Медерика» — мемуарист не точно приводит ее название — входило в первый сборник Золя «Сказки Нинон», объединившие произведения 1859-1864 годов. — Да-да, — сказал он, — Золя не прочь быть именинником и на Ануфрия, и на Антона. Под конец наша собеседница как-то затронула вопрос о браке и шутливо просила Тургенева убедить меня наложить на себя брачные узы. Тургенев заговорил не тотчас и как бы задумался, а потом поднял на меня глаза и сказал серьезным и горячим тоном — «Да-да, женитесь, непременно женитесь. Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда по неволе приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. «Послушайте моего совета. Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее». Все это было сказано с таким плохо затаенным страданием, что мы невольно переглянулись. Тургенев это заметил и вдруг стал собираться уходить, по-видимому, недовольный вырвавшимся у него заявлением. Мы стали его удерживать, но он сказал «Нет, я и так засиделся, мне надо домой. Дочь мадам Виардо, больная и в постели, может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку». И, запахнув свое пальто, он торопливо распростился с нами и ушел. Впоследствии, просматривая его письма к Флоберу и прочитав письмо от 17 августа 1877 года, где говорится «Кан, почему Кан, скажете вы, мой старый друг, на кой черт этот Кан? А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечке Люк или Санто-Бен. Я отправлен вперед подыскать для них что-нибудь». Я вспомнил слова Тургенева за нашим завтраком. Лет 12 тому назад я передал свои впечатления от этой встречи с Тургеневым покойному Борису Николаевичу Чечерину. И он вспомнил, что однажды при нем и при Тургеневе в первой половине шестидесятых годов зашел разговор о необходимости выходить из фальшивых положений, оправдывая тем изречение Александра Дюма сына «из двусмысленного положения выходят, в нем не остаются». «Вы думаете, — с грустной иронией воскликнул Тургенев, — из фальшивых положений не выходят. Нет-с, не выходят. Из них выйти нельзя». В последний раз я видела его в Москве в июне 1880 года на открытии памятника Пушкину. Это открытие было одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувства начали принимать хотя и не вполне определенные, но во всяком случае более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха, и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Мне пришлось в нем участвовать в качестве представителя Петербургского юридического общества и начать испытывать прекрасные впечатления, им вызванные с самого момента въезда в Москву. Дело в том, что открытие памятника было первоначально назначено на 26 мая, но смерть императрицы Марии Александровны заставила отнести это открытие на 2 июня, а какое-то недоразумение при вторичном докладе о том председателе комиссии по сооружению памятника принца Петра Георгиевича Ольденбургского вызвало новую отсрочку до 6 июня. Императрица Мария Александровна, жена Александра II, умерла 22 мая 3 июня 1880 года. Между тем, управление Николаевской железной дороги объявило об отправлении экстренного удешевленного поезда в Москву и обратно для желающих присутствовать при открытии памятника. К 24 мая на поезд записалась масса народу. Когда последовала отсрочка, большинство тех, кого поездка интересовала исключительно своей дешевизной, а в Москву привлекали личные дела, отказалось от взятия записанных на себя билетов, хотя все-таки осталось довольно много желавших ехать. Но после второй отсрочки записавшимися на поезд оказались исключительно ехавшие для участия в открытии памятника, поэтому поезд, отправившийся из Петербурга 4 июня в 4 часа, носил совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие видные представители литературы и искусства и депутаты от различных обществ и учреждений. Общность цели скоро сблизила всех в одном радостном ощущении того, что впоследствии Александр Николаевич Островский назвал в своей речи «праздником на нашей улице». Хорошему настроению соответствовал прекрасный летний день, сменившийся теплым и ясным лунным вечером. В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклась, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в данном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании фауста, скупого рыцаря, отрывков из «Медного всадника», писем и объяснений Онегина и Татьяны, египетских ночей, диалога между Моцартом и Сальери. Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину выступил Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднест, и начинавшиеся словами «Пушкин — это старый няни сказка». За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением «К случаю», специально для этого празднества написанным. И все мы встретили после этого поэтического всеночного бдения восходящее солнце, растроганные и умиленные. В день приезда в Москву последовал торжественный прием депутаций в зале Городской думы и чтение адресов и приветствий. Причем вследствие того, что юридические общества прислали представителей, не озаботясь набдить их адресами, я прочел петербургский адрес как приветствие от всех русских юридических обществ, в группе представителей которых общее внимание привлекало доктор прав Лейпцигского университета Анна Михайловна Евреинова. Торжественный прием депутации в зале Московской городской думы состоялся 5-го, 17-го июня. Празднества продолжались четыре дня. На другой день с утра Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов — белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания. Городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и под восторжные крики «Ура!» и пение хоров, запевших «Славься!» глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы, хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков. Памятник Пушкина Пушкина был построен по всенародной подписке, начатой еще в 1860 году, в годовщину, когда отмечалось 50-летие Царско-сельского лицея. Пушкина 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 Тургенев, Льву Николаевичу Толстому, 28 декабря, нового стиля, 1879 года. Пускай его. Моя душа не в его власти. Тургенев, письма, том 12, книга 2, страница, 197. После обеда я подошел к Тургеневу одновременно с поэтом Майковым. Эх, Иван Сергеевич, — сказал последний с мягким упреком, — ну зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть. — Ну нет, — живо отвечал Иван Сергеевич, — я старый воробей, меня на шампанском не обманешь. Вечером в зале дворянского собрания был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, в перемешку с артистами и певцами прошли предгорячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами на выкате писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, что особенно искусно, последнюю тучу рассеянной бури. Но на третьем стихе запнулся, очевидно, его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики с разных концов ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда в конце вечера под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе, и он возложил на голову бюста лавровый венок, а писемский, затем сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками «Браво!». На следующий день, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности, в том же дворянском собрании, Иван Сергеевич читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый накануне памятник, простой русский человек ответит «учителю». Снова вызвали бурную овацию. Торжественное заседание Общества любителей российской словесности, на котором выступил со своей речью о Пушкине Тургенев, состоялось 7-го, 19-го июня 1880-го года. Три дня продолжались празднества, и растроганное настроение так или иначе причастных к ним, причем главным живым героем этих торжеств явился, по общему признанию, Тургенев. С этих пор я больше не видел Тургенева, но получал от него из Парижа поклоны через Стасюлевича. Он разрешил последнему показать мне осенью 1882 года в рукописи стихотворения в прозе. Среди них были ненапечатанный тогда порог разговор судьбы с русской девушкой и полная добродушного юмора вещица, кончавшаяся словами «но не спой с Владимиром Стасовым», шумным и яростным спорщиком, приводившим Тургенева в отчаяние своими нападками на Пушкина. Она, сколько мне известно, не была никогда напечатана, а порог Тургенев сам просил Стасюлевича выкинуть, говоря в своем письме, «Чрез этот порог вы можете споткнуться, особенно если его пропустят, а потому лучше подождать». Рукопись дана была мне поздно вечером, и я провел всю ночь, читая и несколько раз перечитывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему более удивляться, могучие ли прелести русского языка, или яркости картин и трогательной нежности образов. Я высказал все это в письме к Стасюлевичу, выразив лишь сомнение, правильно ли в конце света употреблено слово «круч» вместо «круча». А он, как оказалось, послал мое письмо в подлиннике Тургеневу. «Спасибо за сообщенное мне письмо Кони», — писал ему 25 сентября 1882 года Иван Сергеевич. «Очень оно меня тронуло, и я буду хранить его как документ». И «круч», и «круча» существуют, но «круча», я думаю, грамматически правильнее. Менее чем через год Иван Сергеевич опочил после тяжких страданий, а 27 сентября 1883 года грандиозная похоронная процессия с венками и эмблемами, с трогательными благодарственными надписями проводила его дорогой прах на Волково кладбище и опустила в землю в том месте, где через два года упокоился И. Кавелин. Максим Максимович Ковалевский. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе. Максим Максимович Ковалевский. 1851-1916 годы. Русский ученый с мировым именем, историк и социолог, чьи историко-этнографические труды были одобрены Марксом. Он познакомился с Тургеневым в 1878 году в бытность свою профессором Московского университета. Молодой ученый, получивший блестящее образование, слушавший курсы в лучших учебных заведениях Лондона, Парижа, Берлина, пользовался огромным авторитетом среди профессуры и студенчества Московского университета. По словам Тимирязева, 10 лет с 1877 по 1887, проведенные Ковалевским в Московском университете, были, конечно, лучшими в истории этого далеко не всегда себе равного учреждения. Тимирязев. Сочинение. Том 8. Сельхозгиз. 1939 год. Страница 335. Кружок молодых профессоров во главе с Ковалевским, в него входили Янжул, Чупров и другие, был одним из передовых культурных центров Москвы 70-80-х годов. Знаменитые четверги Ковалевского посещали русские писатели Москвы и Петербурга, художественная интеллигенция, иностранные гости. Культурная и просветительская деятельность молодого ученого в годы начавшейся реакции вызывала недовольство официальных властей. Ковалевский подвергался частым нападкам прессы, главным образом московских ведомостей. В 1887 году он получил отставку по требованию третьего отделения. Торжественный обед в честь Тургенева, данный Ковалевским 15-27 февраля 1879 года, на котором присутствовали и профессора Московского университета Веселовский, Бугаев и другие, положил начало встречам писателя с русской интеллигенцией. Максиму Максимовичу Ковалевскому принадлежат не только воспоминания о Тургеневе, но и работы биографического характера. «Баденский период жизни Тургенева», «Юбилейный сборник Литературного фонда 1859-1909 годы, Санкт-Петербург» 1909, «За рубежом, где приведен интересный фактический материал о писателе», «Вестник Европы, 1914 год, номер третий». Опубликованные в 1966 году фрагменты незавершенной статьи Ковалевского свидетельствуют о том, что ученый-историк собирался выступить и в качестве истолкователя творчества Тургенева. В этих набросках об одной из так называемых таинственных, загадочных повестей Тургенева «Призраки» Ковалевский высказал чрезвычайно любопытный, единственный в своем роде взгляд, как справедливо отмечает исследователь, ибо историк и социолог увидел в «Призраках» всю субъективно понятую историю человечества, взятую в поворотные эпохи ее развития. Тургеневский сборник, выпуск 2-й, 1966 год, страницы 171-172. Ковалевский высоко оценил способность Тургенева к философским обобщениям. Впервые воспоминания о Тургеневе опубликованы в «Русских ведомостях» 1883, год, номер 265, за 27 сентября. В более полной редакции они были помещены в августовском номере журнала «Минувшие годы», 1908 год, откуда и перепечатываются в настоящем издании. Я встретился с Тургеневым в 1878 году в Париже. Бабарыкин повел меня к нему, и мы целое утро пробеседовали о предстоявшем литературном конгрессе и о том, стоять ли русским писателям за или против признания литературной собственности иностранцев. Из всех нас один Тургенев мог быть лично заинтересован в том, чтобы вопрос этот был решен в утвердительном смысле. Притом, подобно Бабарыкину, он полагал, что грубое безграничное отрицание этого права иностранных авторов было бы явной несправедливостью. Несмотря на все это, он согласился в конце концов с Полонским и мною, что безусловное признание за переводчиками обязанности вознаграждать литераторов сделало бы немыслимым появление на русском языке целого ряда ученых сочинений, так как последние и без того едва окупаются переводчиком. Тургенев не только примкнул к этому мнению, но и добровольно принял на себя защищать его на Конгрессе, что при тогдашнем настроении французских газет и литературных кружков было своего рода героизмом. Первый международный литературный конгресс в Париже проходил летом 1878 года во время Всемирной выставки. Открытие состоялось 11 июня. Председательствовал Виктор Гюго. Конгресс этот был устроен по инициативе французского общества писателей, которое справедливо рассудило, что летом 1878 года во время Всемирной выставки в Париже будет много знатных иностранцев, и что этим обстоятельствам следует воспользоваться для выяснения некоторых теоретических и многих практических вопросов, писал один из участников Конгресса. Чуйко. На Конгрессах из литературных воспоминаний. Труд 1892 год, номер 11, страница 382. Еще в мае на выставку съехалось множество писателей, знаменитых и незнаменитых, всех оттенков и направлений, всех стран и всех народов. Всех членов Конгресса оказалось более трехсот, свидетельствует Чуйко. Из Франции, Англии, России, Германии, Италии, Испании, Португалии, Дании, Бельгии, Голландии, Швеции, Австрии, Северной Америки, Швейцарии. По инициативе Тургеневым, которому общество французских писателей обратилось с просьбой назвать имена русских писателей, чье участие было бы желательным на Конгрессе, были приглашены Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Яков Полонский, но они не приехали. Русскую делегацию Конгресса составили Тургенев, Бабарыкин, Ковалевский, Чевелев, Шарапов и Полонский с инициалами Л.А. В центре внимания участников Конгресса стояла проблема создания международных законов, охраняющих авторские права. Вице-президентом Второй комиссии Конгресса, занимавшейся вопросами международного права литераторов, был Иван Сергеевич Тургенев. Когда Виктор Гюго перестал вследствие утомления появляться на частых собраниях Конгресса, его заменил наш Тургенев и руководил прениями, отстаивая небезмужество интереса русских литераторов, вспоминал Чевелев. Он говорил, мы, русские, пока не можем обещать платить авторские деньги за переводы с французского на русский язык. Вы, французы, нас вовсе не переводите и почти вполне игнорируете нас. Мы же переводим все ваши новинки. И кто у нас занимается переводными работами? Бедная молодежь, курсистки и студенты, для которых эта работа часто составляет единственное средство к существованию. Чевелев. Отрывочные воспоминания о Тургеневе. Русские ведомости, 1883 год, номер 270, за 2 сентября. Тургенев был разочарован в работе Конгресса. «Разумеется, мы ничего не решили и ни к какому результату не пришли», сообщал он Анненкову 14-26 июня 1878 года из Бужеваля. Тургенев письма, том 12, книга 1, страница 333. Два дня спустя я встретил Ивана Сергеевича на Конгрессе, который по предложению Абу избрал его своим действительным президентом, почетным считался Виктор Гюго. Как председатель, Тургенев был из рук вон плох. Абу постоянно дергал его сзади, напоминая ему об его обязанностях. Я не видал его никогда в более затруднительном положении. Он просто недоумевал, что ему делать, чтобы прекратить шум и разговоры в разных концах залы. Собрание заседало в парижском храме масонов. Он то вставал, собираясь что-то сказать, и не говорил ничего, то давал голос не в очередь и, наконец, к довершению собственного смущения, уронил звонок. — Что это за председатель? — послышались ему голоса соседей, когда он не умеет даже держать звонка. Бедный Иван Сергеевич стал извиняться, ссылаясь на то, что обстановка, в которой он провел большую часть жизни, не могла приучить его к практике дебатирующих собраний. Когда в ближайшем заседании ему самому пришлось высказаться по вопросу о гарантиях французской литературной собственности в России, и он открыто стал на сторону переводчиков против авторов, то в собрании поднялся такой гамм, что Ивану Сергеевичу не удалось и досказать до конца своей мысли. Всего более шумел князь Любомирский, утверждая, что переводчики просто наживаются его романами, теми самыми романами, которые только и можно встретить, что в фильетонах мертворожденных газет. Если как председатель Тургенев потерпел полное фиаско, то как литератор он мог похвалиться большим успехом. В начале и в конце сессии его окружали писатели разных стран, уверяя его, например, как он сам мне это рассказывал, что в Бразилии имя его столь же популярно, как имя Виктора Гюго и Ксавьеде Монтепена. Весь смысл иронии, конечно, в сопоставлении этих двух имен примечания Ковалевского. Ксавьеде Монтепен, французский писатель и драматург, фильетонный романист с большой бульварной известностью. Бабарыкин. Воспоминания. Том 2. Страница 42. Торжественное заседание литературного конгресса, состоявшееся в Шетелле, было также для него триумфом. За исключением речи Гюго, ни одна не была покрыта такими дружными аплодисментами, как коротенькая, просто написанная и еще проще прочтенная аллокуция Тургенева. Иван Сергеевич вспоминал в ней о том, как сто лет назад в Париже Фанвизин был свидетелем овации, устроенной Вольтеру в театре, и ставил этот факт в параллель с приемом, какой литераторы всего мира делают в его присутствии Гюго. Отправляясь от этого, он обозревал в немногих словах весь ход развития русской словесности от Фанвизина и до Льва Толстого включительно, и указывал, что внесено ею нового в литературный капитал человечества. «Моя коротенькая речь имела здесь успех поистине неожиданный и незаслуженный», писал Анненкову Тургенев. «Очень чувствительна Франция и благодарна за всякую крупицу сахару, которую ей кладут в рот». Тургенев, письма, том, 12-я книга, 1-я, страница 333-я. Речь, произнесенная Тургеневым, была исполнена подчеркнутого уважения к литературе и искусству Франции, на чьей земле происходил Конгресс. Русский писатель говорил о давних и плодотворных французско-русских связях. Речь Тургенева впервые была опубликована на французском языке в «Парижской газете» от 19 июня нового стиля 1878 года. Русский перевод появился спустя несколько дней в современных известиях 26 июня настоящего стиля, номер 161, Тургенев сочинение, том 15, страницы 54-я, 55-я. Безыскусственность и искренность, с какой Тургенев произнес все это, сделали на собрании тем большее впечатление, что перед этим ему только и слышали, что громоносные раскаты Гюго, послы человеческого разума, цари мысли, эпитеты, правда, весьма лестные, но которых все же не могли принять за чистую монету девять десятых присутствовавших. Слишком уже были они далеки от представительства, а тем более от царения над человеческой мыслью. В том же году мне привелось встретиться с Тургеневым в Лондоне, а Штон Дильк, переводчик Нови, пригласил его к себе завтракать. Сколько помнится, кроме меня и одного молодого американца не было никого. Тургенев с обычной своей приветливостью раскрыл мне при встрече свои широкие объятия, и мы троекратно облобызались по русскому обычаю. Англичане с улыбкой следили за нами, как бы отмечая характерную народную черту. Иван Сергеевич говорил по-английски грамматически правильно, но с нескончаемыми запинками. Он, видимо, подыскивал слова и выражался уже чересчур книжно. Я узнала от него, что он приехал в Лондон прямо из Кембриджа. В окрестностях этого города он охотился у своего приятеля Голя. От него заехал к Льюису и провел целый день на его даче в обществе Джордж Эллиотт. Об этом визите Тургенева сохранились воспоминания Джордж Эллиотт, опубликованные ее биографом Браунингом. «Life or George Elliot» Лондон, 1890 год, страницы со 128 по 130. Даниэль Дронда, предпоследний роман знаменитой английской писательницы, появился в печати за шесть месяцев до приезда Тургенева в Англию. Льюис был в восторге от него, уверяя всех и каждого, что никогда ничего лучшего не выходило из-под пера его жены. Английская критика, между тем, отнеслась к роману сдержанно и холодно. Не находя отголоска своим восторгом даже в тесном кружке ближайших приятелей, Льюис с жадностью набросился на Тургенева, желая разузнать, что он думает о романе. «Представьте себе», — сказал он ему, — «что вы назначены в присяжную комиссию, и что вашему решению подлежит вопрос о том, какое из произведений моей жены должно быть поставлено во главе остальных. Скажите, в пользу какого из ее романов подали бы вы ваш голос?» «Несомненно, в пользу мельницы на Флоссе», — ответил Тургенев. «Это самое безыскусственное и художественное сочинение вашей жены». Льюис начал спорить, утверждать, что Тургенев недостаточно вчитался в «Даниэля де Ронду», что сам он, как следует, оценил это произведение только после неоднократного чтения. Все было бесполезно. Наш художник остался непреклонен в своем предпочтении простоты и безыскусственности, с которой Эллиот в мельнице на Флоссе рисует нам жизнь английского простонародья и средних классов. Американец, позванный на завтрак Аштоном Дильком, сам оказался писателем и поклонником литературных произведений Тургенева. В этот день я в первый раз узнал, что наш писатель хорошо известен и по ту сторону океана. В Англии, как говорила мне Джордж Эллиот, Тургенева читали мало, хотя и ценили много. «Слишком уж далека от нас ваша жизнь», — говорила мне по этому случаю английская писательница. «Ценить в Тургеневы мы можем только его художественность, а эта сторона писателя понятна лишь немногим истинным любителям и знатокам дела». В Америке наоборот. Недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, которые всего громче подымал голос за свободу крестьян. «Записки охотника, как и сам. Я имел случай убедиться в бытность мою в Соединенных Штатах, хорошо известный там читателям не только высшего, но и среднего общества». Тургеневу удалось даже создать нечто вроде «маленькой школы в среде американских романистов». Генри Дженс ставит его открыто выше всех современных билетристов. Кэбль не скрывает того, что Тургенев для него — образец. О своем визите к американскому писателю Кэйблу и беседе с ним о Тургеневе Ковалевский рассказал в очерке «Мое знакомство с Кэблем», «Вестник Европы, 1883 год, номер пятый». В беседе с Ковалевским Кэйбл назвал Тургенева самым трезвым реалистом. Боэссен признает в нашем великом писателе ту же художественность, что и у Гёте, которого он так любит и так хорошо знает. Боэссен — автор очень распространенного не только в Америке, но и в Германии комментария к Фаусту, примечания Ковалевского. Тургенев рассказывал нам за завтраком много интересных подробностей о пребывании его в Оксфорде и Кембридже. Прежде чем посетить Голя, он заехал в Оксфорд. Очень утешало его то обстоятельство, что в Оксфорде известный математик Смис упомянул ему о Чебышове и о Каркунове, так рано погибшем для науки, как о величайших математических гениях. В Оксфорде Тургенева принимал Макс Мюллер, и об этом приеме я узнал впоследствии довольно интересные подробности от Рольстона. Незадолго до приезда в Англию Тургенев, уступая охватившему всех русских чувству негодования против своей корыстной политики Англии на Востоке, написал стихотворение под названием «Крокет в Виндзоре». В этом стихотворении рассказывалось, между прочим, что королева, думая поднять шар, подымает окровавленную голову болгарского мальчика. Как назначенный королевой, Макс Мюллер недоумевал, принять ли ему у себя Тургенева или нет, и, не зная, как поступить, обратился к Рольстону с вопросом, правда ли, что Тургенев недавно печатно задел английскую королеву. Рольстон поручился за Тургенева, что он ее никогда не задевал. Иван Сергеевич принят был в Оксфорде как нельзя лучше, ночевал в доме у Макса Мюллера и так очаровал всех своей манерой, что на следующий год выбран был Оксфордским сенатом в почетные доктора гражданского права. Тургенева очень забавляло то обстоятельство, что он, не знавший, как заключить на и простейшую сделку, на старости лет попал в доктора гражданского права. Этой чести он был удостоен за ту роль, какую на Западе вообще приписывают ему в деле освобождения крестьян. Некоторые англичане и французы до сих пор не прочь думать, что крестьян освободили у нас потому, что Тургенев написал свои записки охотникам. Помню я рассказ Ивана Сергеевича о том, как провозглашали его доктором. Явился он в освященной обычае мантии, прикрывая свои седины докторским колпаком. Вошел он не без некоторого волнения, опасаясь, что публика начнет свистать ему, так как торжество совпало с эпохой самого враждебного настроения англичан против России. Ничуть не бывало. В двух-трех местах залы послышались даже слабые аплодисменты. Тургенев, зная о напряженных отношениях между Россией и Англией, чьи интересы столкнулись на Балканах, предвидел возможность бестактных выходок во время торжественной церемонии в Оксфорде. Церемония состоялась 18 июня, нового стиля 1879 года. «Мне было сказано», писал Анненкову Тургенев, «что в этот день господа студенты позволяют себе всякие вольности, а так как антирусское чувство все еще очень сильно в Англии, то можно было ожидать свистков». Однако ничего подобного не произошло, и даже по замечанию Таймса «мне хлопали больше, чем другим». Тургенев, письма, том 12, книга 2, страница 91. Тургеневу еще раз пришлось побывать в Англии за год до смерти. Его переводчик Рольстон воспользовался этим случаем, чтобы устроить ему маленькую овацию. Он созвал на банкет тех немногих писателей, которые не успели еще покинуть Лондона вместе с окончанием сезона. Тургенев на этот раз приехал в Англию в начале сентября. Иван Сергеевич встретился за обедом с покойным Троллопом, Блэком и целым рядом сотрудников «Таймс» и «Дэйлиньюз». Последние, по его словам, уверяли его в том, что очень уважают его за содействие, оказанное им освобождению крестьян, но что, к сожалению, ничего не читали из его произведений. Рольстон не только угостил Тургенева хорошим обедом и приятным обществом, но и заставил его выслушать целый ряд писем и телеграм, полученных им от разных английских знаменитостей, с извинением, что по домашним обстоятельствам они не могут присутствовать на банкете. В заключении добрый хозяин навел решительный ужас на своего гостя, объявив, что при ближайшем посещении им Англии банкет будет дан ему в экзетер-голем, и что на него приглашены будут сотни человек. В 1879 году, в феврале, Тургенев по случаю смерти брата вызван был в Москву. Узнавший о его приезде, я пригласил его к себе и представил ему ближайших сотрудников, редактируемого мною в то время, критического обозрения. Был у нас человек двадцать. На правах хозяина я провозгласил первый тост за Тургенева как за любящего и снисходительного наставника молодежи. Тургенев не дослушал этого приветствия и разрыдался. На следующий день я получил от него записку, в которой он, между прочим, писал мне «Вчерашний день надолго останется в моей памяти, как нечто еще небывалое в моей литературной жизни». Вот как балует наше общество своих гениальных художников. Помню я, как Тургенев как бы в ответ на мой тост предложил нам молчаливо выпить в память Белинского. С каким жаром, с какой любовью говорил он о своем приятеле, сколько задушевной искренности и теплоты было в этом человеке. За то же и ценили мы каждое его слово. Получить одобрение от Белинского было нелегко, и кто удостоился этой чести, мог назвать себя счастливым. Вы не судите о Белинском по одним его статьям. Он принадлежит к числу тех людей, которые стоят выше своих произведений. Его слог тягуч и подчас скушен, в разговоре же было столько живости и огня. Я мало читал Белинского, он повлиял на меня своими беседами. Два дня спустя Тургенев явился на публичное заседание Общества любителей российской словесности. Прием, сделанный ему, превзошел все мои ожидания. При его появлении в зале заседание происходило в физической аудитории. Поднялся буквально гром рукоплесканий и не стихал несколько минут. Публичное заседание в Обществе любителей российской словесности состоялось 18 февраля 2 марта 1879 года. Старая физическая аудитория ломилась от наплыва публики. Тот момент, когда Иван Сергеевич стоял на кафедре, склонив голову под натиском волнения, овладевшего им, и вся аудитория поднялась со своих мест, был торжеством русского художественного творчества, просвещенной и благородной мысли истинной любви к своей родине. Бабарыкин, воспоминания, том 2, страница 406. Едва смолкнул шум аплодисментов, как послышался с хоров голос студента Викторова. «Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров», сказал он. «Позвольте теперь приветствовать вас нам, нам, учащиеся русской молодежи, приветствовать вас, автора записок Охотника, появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения». Викторов подробно развил ту мысль, что Тургенев никогда не стоял так близко к пониманию общественных задач и стремлений молодежи, как именно в эту юношескую эпоху своей литературной деятельности. Сказанные им слова «вам не написать более записок Охотника» были поняты многими в том смысле, будто Викторов вздумал прочесть Тургеневу какую-то нотацию. В действительности же он, по-видимому, хотел сказать только то, что эпоха сороковых-пятидесятых годов была понята Тургеневым глубже и всестороннее, нежели последующая. Ответ Тургенева был, как нельзя, более кстати. «Я отношу ваши похвалы более к моим намерениям, нежели к исполнению», сказал он, «от всей души благодарю вас». Викторов вспоминая впоследствии о чествовании Тургенева в обществе любителей российской словесности, возражал Ковалевскому «в своих воспоминаниях об Иване Сергеевиче Тургеневе профессор Ковалевский не точно передал содержание моей речи, приписываемой мне фразы «вам не написать более записок Охотника я не произносил». Викторов Иван Сергеевич Тургенев в кругу радикальной студенческой молодежи в 1879 году в Москве. Тургеневский сборник «Орел» 1960 год страницы 336-337. Толпа проводила Тургенева с такими же овациями, с какими он был принят. Те же овации сопровождали каждый его шаг в Москве. По просьбе студентов он согласился прочесть отрывок из записок Охотника на музыкально-литературном вечере, данном обществом пособия нуждающимся студентам. Музыкально-литературный вечер в благородном собрании в пользу недостаточных русских студентов Московского университета состоялся 4-го, 16-го марта 1879-го года. Тургенев на этом вечере обратился с речью к московским студентам, которая на следующий же день была опубликована в московских ведомостях. Толпы студентов провожали его при разъезде, не прекращая своих аплодисментов, пока один из полицейских под предлогом защитить Тургенева от натиска толпы схватил его под руку и буквально вывел из залы, в то же время говорил мне потом Тургенев, уверяя его, что сам принадлежит к числу горячих почитателей его таланта. У председателя общества любителей российской словесности и у целого ряда московских знакомых Тургенева возникла мысль почтить его приглашением на литературный банкет. Мне пришлось распоряжаться устройством этого праздника. Приглашения были разосланы самым разнообразным лицам, сколько-нибудь прикосновенным к литературному делу. Исключение было сделано для одних лишь сотрудников московских ведомостей. Их присутствие могло бы быть сочтено Тургеневым за оскорбление. Банкет удался как нельзя лучше, несмотря на изобилие тостов и плохих стихов. Наш известный адвокат Плевака в этот день был в ударе и весьма удачно импровизировал речь, в которой сравнивал русскую литературу с преторским эдиктом, впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду, а самого Тургенева величал претором. Тургенев отвечал на все эти тосты коротеньким словом, в котором старался оттенить свое отношение к молодежи, объявлял о своей солидарности с ее лучшими стремлениями, с ее исканием истины и добра, за что на следующий же день получил выговор от московских ведомостей. Прощальный обед в Эрмитаже Ответная речь Тургенева, произнесенная на обеде, была опубликована 8-го, 20-го марта в «Русских ведомостях». Пребывание Тургенева в России в феврале-марте 1879-го года и встречи его с передовыми кругами русской интеллигенции и студенчеством вызвали целую кампанию в реакционной прессе, вдохновляемую третьим отделением. «Катков разразился бранью на страницах московских ведомостей против нас, студентов, устроивших шумную встречу Тургеневу», рассказывал в своих воспоминаниях о писателе Викторов. Тургеневский сборник «Орел», 1960-й год, страница 335-я. Между москвичами оказалось так много старых знакомых Тургенева, и их желание видеть его у себя и показать своим близким было так сильно, что я почти не видел Ивана Сергеевича иначе, как в торжественной обстановке. И у кого ему не пришлось только побывать, и кого только не заставал я у него по утрам, и студентов, и актеров, и учениц консерватории, и живописцев, которые добивались позволения снять с него портрет, и придавали затем кирпичный цвет его коже, и членов английского клуба, которые так-таки и расстроили ему желудок и сложили его в постель. Едва оправившись от подагры, Тургенев уехал в Петербург, где его снова честовали, снова закармливали, и, наконец, отпустили больным и разбитым в Париж. 13-25 марта 1879 года в честь Тургенева был дан обет петербургской интеллигенции, на котором с приветственными речами выступили профессора Кавелин, Костомаров, Спасович. По возвращении в Париж Тургенев сообщил Стасюлевичу 27 марта 8 апреля 1879 года, что собирается написать брошюру о прошедших встречах в Москве и Петербурге. Тургенев письма том 12 книга 2 страница 55. Это намерение писателя не было осуществлено. Год спустя Тургенев приехал в Москву для присутствия на праздниках, устроенных по случаю открытия памятника Пушкину. Тургенев несколько раз присутствовал в Комитете общества, помогал нам своими советами, писал по нашей просьбе в разные концы Европы, приглашая своих товарищей по Перу отозваться на наш первый общественно-литературный праздник. В ответ на это воззвание получены были письма и телеграммы от Виктора Гюго, Теннисона, Флобера и целого ряда других заграничных писателей. «Я получил здесь письма от Гюго, Теннисона и Ауэрбаха», сообщал Тургенев 21 мая, 2 июня 1880 года председателю общества любителей российской словесности Юрьеву. Тургенев письма том 12 книга 2 страница 261. Поздравительное письмо Гюго было оглашено на торжественной церемонии. Публикация Заборова Ришар Леклит от имени Виктора Гюго. Тургеневский сборник, выпуск 1, 1964 год, страницы 454-455. «Я никогда не видел Тургенева более умилённым, как в ту минуту, когда с памятника упала завеса и пред ним предстал Пушкин. приветствуемый криками «Ура!» тот самый Пушкин, которого Тургенев помнил живо, лежащим в гробу и локон которого он носил на себе». В то же утро сам Иван Сергеевич сделался предметом самой неподготовленной, самой неожиданной для него овации. Выстроенные в ряд ученики наших классических и реальных гимназий узнали проходившего мимо них Тургенева и разразились громким «Ура!» Тургенев стоял решительно за то, чтобы всем приглашенным идти непременно на устроенный думой обед, невзирая на неприятность неизбежной встречи. «Если Катков, писал он в письме к одному из лиц державшемуся противоположного взгляда что-нибудь себе позволит, мы встанем и удалимся». Катков позволил себе протянуть бокал в его направлении, но при всем своем добродушии Иван Сергеевич уклонился от этой дерзкой попытки возобновить старые отношения. «Ведь есть вещи, которых нельзя забыть», доказывал он в тот же вечер Достоевскому, «Как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом». Слово, сказанное Тургеневым на публичном заседании, устроенном в память Пушкина, по содержанию своему, было рассчитано не столько на большую, сколько на избранную публику. Не было в нем речи ни о русском человеке, как все человеки, ни о необходимости человеку образованному смириться преднародом, перенять его вкус и убеждения, Тургенев ограничился тем, что охарактеризовал в нем Пушкина как художника, отметил редкие особенности его таланта, между прочим, способность брать быка за рога, как говорили древние греки, то есть сразу, без подготовления, приступать к главной литературной теме. Не ставя Пушкина в один ряд с Гёте, он в то же время находил в его произведениях многое, достойное войти в литературную сокровищницу всего человечества. Сказанное им было слишком тонко и умно, чтобы быть оцененным всеми. Его слова направлялись более к разуму, нежели к чувству толпы. Речь была встречена холодно, и эту холодность еще более оттянили те овации, предметом которых сделался говоривший вслед за Тургеневым Достоевский. Федор Михайлович Достоевский произнес на заключительном заседании Общества любителей российской словесности 8-го, 20-го июня 1880-го года вдохновенную речь о Пушкине, в которой были сильны славянофильские и почвенческие тенденции. В радикальных демократических кругах русской интеллигенции она была воспринята критическим. Воспоминания Лаврова в первом томе настоящего издания, воспоминания Стасова в этом томе. Выходя из зала, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому. В числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живет вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами «Не вам, не вам». Со времени пушкинских праздников мне не суждено было более встретиться с Тургеневым в России. Я уехал на два года за границу и неоднократно виделся с ним в Париже. В одном доме со мною жил Михаил Евграф Салтыков, и мы несколько раз сходились обедать втроем, а однажды вместе с Арапетовым и Демонтовичем были приглашены Тургеневым в Бужеваль. Салтыков Щедрин приехал в Париж в августе 1880 года и вскоре встретился с Тургеневым. Салтыков Щедрин, том 19, книга 2. Мне остался памятным этот день. Салтыков был в духе, юморизировал нескончаемо и все же кончил тем, что под конец рассердился на Арапетова, заметившего ему, что в его глазах автор Головлевых и истории одного города перерос головою самого Гоголя. «Что вы, Гоголя, страшно и подумать», отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным. Не помню, в этот ли день или при другом случае мне пришлось услышать и от Тургенева личную оценку его литературной роли в России. Если не ошибаюсь, тот же Арапетов на правах старого приятеля стал нападать на него за излишнюю скромность. «Право», отвечал ему Тургенев, «я иногда читаю во французских журналах похвалы своим повестям и сам спрашиваю себя, будто бы это уж так хорошо. Не много ли в этих похвалах условного того, что французы называют клише. Ведь не гета же я какой-нибудь, и фантазии это большое у меня нет, и фаблу то выдумать мне нелегко, особенно теперь, когда воображение уже не действует как прежде. Мне всегда нужна встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем приступить к созданию типа или к составлению фабулы. Конечно, я не какой-нибудь фотограф, я не срисовываю своих образцов, но уже Белинский заметил, что что-нибудь выдумать, взять что-нибудь из головы я совершенно не способен, а, впрочем, цену себе знаю не хуже другого. У меня нет силы таланта, какой обладает Лев Толстой, я бы никогда не мог написать ничего подобного сцене свидания Анны Карениной с ее детьми, я не поставлю себя так же в ряд с Островским, разве за ними? Разумеется, я не говорю о Салтыкове, это особый талант, как сатирик он не имеет себе равного. Тургенев сам читал однажды на литературном утре в Париже двух генералов Салтыкова и позаботился о переводе их на французский язык. 9-21 апреля 1873 года Тургенев писал Салтыкову «Я один из самых старинных и неизменных поклонников вашего таланта. Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, в которой вы неоспоримый мастер и первый человек». Тургенев письма том 10 страница 91 Не оценив по достоинству ранних произведений писателя, в частности его губернские очерки, в 70-е годы с появлением истории одного города Тургенев увидел в Салтыкове гениального сатирика. По масштабу и могучей силе дарования он ставит его вровень с Львом Толстым. Мне иногда кажется, говорил Тургенев, что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Наряду с произведениями Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого он популяризирует в Европе и творчество Салтыкова Щедрина. Тургеневу принадлежит статья, адресованная английскому читателю «Истории одного города». В 1881 году в Париже вышло французское издание «Трех сказок Салтыкова» в переводе «Форелля» «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, дикий помещик пропала совесть». Из разговоров с Иваном Сергеевичем я узнал, как сложилась его литературная репутация в Париже. Более всего содействовал ей Мериме, а за ним Ламартин. Личное знакомство Тургенева с Проспером Мериме произошло в 1857 году в Лондоне. Между ними возникла творческая дружба, длившаяся до самой кончины Проспера Мериме. Начиная с 1854 года, Мериме выступает как постоянный и неустанный популяризатор творчества Тургенева во Франции, занимаясь переводами его произведений, публикуя о них литературно-критические статьи. Огромный интерес не только для историков литературы, представляет обширная переписка Мериме и Тургенева, в которой затрагиваются проблемы мировой литературы и искусства, политики, истории, быт и нравы. Подробно о Мериме и Тургеневе в статье Клеман Иван Сергеевич Тургенев и Проспер Мериме «Литературное наследство», тонн 31-32-1937 год, страницы с 707 по 752. Письма Мериме к Тургеневу опубликованы в книге Мариса Портюрье. О знакомстве с Ламартином Тургенев рассказал мне следующий любопытный эпизод. Ламартин в последние годы своей жизни стал знакомить французскую публику с иностранными писателями. Он издавал отрывки из их произведений, снабжая их своими предисловиями и послесловиями. Однажды очередь дошла и до Тургенева. Ламартину принадлежит панигерически восторженная статья Иван Тургенев 1866 год, которую Тургенев называл «Ламартиновской нелепостью». Тургенев письма том 9 страницы 348 и 599. Очерк Ламартина изобиловал неточностями, фактическими ошибками, однако это была первая биография Тургенева на французском языке. Узнавши об этом, Мереме посоветовал Тургеневу заявить лично свою благодарность Ламартину. Тургенев послушался совета, превозмог свою лень и отправился к Ламартину. «Дорогой я стал придумывать, что мне сказать ему», рассказывал мне Иван Сергеевич, и придумал следующее. «Как муха, попавший раз в янтарь, переживает столетия, так и я обязан вам теперь, что не сразу исчезну из памяти французских читателей». «Фраза-то была придумана недурно», говорил по этому случаю Иван Сергеевич, «да мало было в ней правды, ведь не муха же я, да и он не янтарь». И что же вышло? Как стал я говорить ему свою фразу, так и смешался, твердил «муха-янтарь», но кто муха, кто янтарь, этого Ламартин так себе и не выяснил». А Мереме Тургенев как об очень умном человеке и прекрасном стилисте. «Что же мне недостает?» спросил его однажды Мереме. «Теплоты и фантазии», отвечал ему Тургенев. Из новейших французских писателей Тургенев был всего ближе с Флобером. Они сошлись и как реалисты в искусстве, и как великие художники, и как старые холостяки. По рассказам Тургенева Флобер был добродушнейшим человеком и ненавидел только одно – всякое, даже мельчайшее проявление того, что он называл буржуазностью. Бувар и Пекюше с их самодовольной ограниченностью и банальностью воплощение того, что в глазах Флобера было связано с понятием о буржуазности. Флобер был не только великий писатель, но и необыкновенно начитанный человек». Дружба Тургенева и Флобера длилась почти двадцать лет. Павловский пишет в своих воспоминаниях. «Из французских современных писателей Иван Сергеевич питал искреннюю и глубокую любовь только к Флоберу. С нами, говорил мне Золя, он не мог сходиться близко, нас разделяли возраст, вкус и привычки, мы все его очень уважали. Он нас также любил, но дружбы, близости в отношениях между нами не было. У меня от него есть всего два-три письма, которые имеют общий интерес. Между тем, с Флобером он переписывался почти непрерывно в течение пятнадцати лет. Флобер говорил мне, что эти письма имеют большой интерес. Русский курьер, 1884 год, номер 137. По словам Флобера, он познакомился с Тургеневым 23 февраля 1863 года на одном из знаменитых обедов у Маньи. В первом же письме к Тургеневу спустя месяц после их знакомства, Флобер признается, «С давних пор вы являетесь для меня учителем». Флобер сравнивал автора записок охотника с Сервантесом. Он восхищен благородством его таланта, тонкостью и точностью его психологических наблюдений. Тургенев в восприятии Флобера один из самых гармоничных современных художников. «Во всем особенной вы умеете быть всеобщим», писал он Тургеневу 16 марта нового стиля 1863 года. Как утверждает один из современников, Флобер говорил, что Тургенев понятнее для него, чем граф Лев Толстой и Достоевский, ибо он и в переводе сохраняет всю свою самобытность. Новости и Биржевая газета 1883 год, номер 253, 23 сентября, 5 октября. Тургенев в глазах Флобера художник в самом высоком и единственном смысле. «Я не вижу больше никого, кто бы так понимал искусство и поэзию», пишет он автору первой любви и вешних вод, пленивших его. Французский романист восхищен образованностью Тургенева, обширностью его познаний. «Он человек замечательный», сообщает Флобер, госпоже Каманвиль. «Ты не представляешь, сколько он знает. Он читал мне куски наизусть из трагедии Вольтера». Флобер ищет и ждет встреч с Тургеневым. «Вы единственный человек, с которым я люблю беседовать. Общество моего дорогого Тургенева приносит благо моему сердцу, разуму, нервам». Тургенев особо выделял Флобера из среды современных европейских писателей. «Госпожа Бавари» по убеждению Тургенева бесспорно самое замечательное произведение новейшей французской школы. Тургенев сочинение, том 15, страница 99. Тургенев пишет Эмилю Золя 23 мая 1880 года вскоре после смерти друга. Флобер был одним из тех людей, которых я любил больше всего на свете. Ушел не только великий талант, но и необыкновенный человек. Он объединял вокруг себя всех нас. Тургенев письма, том 12, книга 2, страницы 251 и 388. Знакомство его с иностранными литературами было весьма основательное. Золя, говорил мне Тургенев, коробил нас обоих своей необразованностью. Однажды стал он говорить о себе как о первом решительном противнике романтизма. Ну, а Гейне, спросил я его, но оказалось, что об этой стороне деятельности Гейна Золя ничего не слыхал. Никто из французских писателей, по мнению Тургенева, не обращал такого внимания на форму своих произведений, как Флобер. Однажды принес я ему, рассказывал Тургенев, одну из повестей Белкина, переведенную мною на французский язык. Тургенев был превосходнейшим знатоком французского стиля, так что Тен говорил о нем, что его язык язык французских салонов 18 века. Имеется в виду капитанская дочка Пушкина, которую Тургенев перевел при участии Луи Виардо. Прочитавший мой перевод, Флобер сказал мне, «Нет, так нельзя. Это все надо пересмотреть. Вы слишком часто употребляете одно и то же слово, а если не одно и то же, то однозвучное». И тут же на моих глазах принялся за пересмотр рукописи. Он вычеркивал целые строчки, снабжал поля собственной редакцией. Затем, недовольный своими поправками, вычеркивал все снова, восстанавливал прежний текст и на этот раз уже с озлоблением принимался за вторичную его переделку. «Нет, сегодня ничего не выйдет», сказал он мне в заключении. «Нужно время, дайте мне подумать». Когда через две недели я зашел к нему за рукописью, я не узнал собственного перевода. Но что же это был за слог? «Нет, таким слогом во Франции никто не пишет». Из молодых приятелей Флобера Тургенев никого не ценил в такой степени, как Гиде Мапассана. «Из начинающих писателей у нас в России нет ему равного», сказал он мне однажды. «Пожалуй, Гаршин», прибавил он несколько подумавшим. Об отношении Тургенева к Мапассану в настоящем томе страницы 258-261. Тургенев прочил Гаршину, в котором видел ученика Льва Толстого большую будущность в первом томе настоящего издания. Когда Флобер впал в бедность, что случилось с ним за год до его смерти, Тургенев стал убеждать его занять какую-нибудь должность в Париже. Услышавши, что Гамбетто открыто высказался в пользу замещения Флобером вакантного места библиотекаря в Мазаринской библиотеке, Тургенев по настоянию общих друзей Флобера поехал в Руан убедить автора мадам Бавари принять это предложение. Флобер согласился. А между тем, по чисто личным соображениям, та же должность была обещана друзьями Гамбетты, если не ошибаюсь, и Снару. Тургенев написал Гамбетте о результате своих переговоров с Флобером и не получил ответа. Написал другой раз тоже молчание. Тогда он решил содействовать на него через госпожу Адам. на вечерах которой бывал Гамбетта. Газеты передали в свое время о довольно неуважительном отношении Гамбетты к этой просьбе. Но, насколько мне известно из слов самого Тургенева, дело было не совсем так, как рассказывал это Фигаро. Зная, что место уже обещано другому, Гамбетта с нетерпением заметил мадам Адам. Не настаивайте, пожалуйста, это невозможно. Тургенев посетил больного Флобера в Круассе 3 февраля нового стиля 1879 года. В письме от 5 февраля Флобер благодарил Тургенева за предложение принять вакантную должность хранителя библиотеки Мазарини. Тургенев не сомневался в успехе своих хлопот, полагаясь на обещание Леона Гамбетты, которым он восхищался как национальным героем и государственным деятелем. Однако его постигло разочарование. 17 февраля 1879 года это место, видимо, по более влиятельной протекции получил другой претендент. Вскоре в газете «Новое время» 1879 год номер 1065 появилась заметка Леон Гамбетта и Иван Тургенев, автором которой был Стасов, иронизировавший по поводу неудачного посредничества писателя. И когда хозяйка подвела к нему Тургенева, ища как бы поддержки собственному ходатайству, Гамбетта не поднялся с кресла, только потому, что не заметил Тургенева, так как в это время смотрел в другую сторону своим одиноким глазом. Известно, что Гамбетта потерял правый глаз еще в школе. Когда умер Флобер, Тургенев согласился на назначение его в комиссию по устройству памятника великому французскому писателю. Исполняя возложенные на него обязанности, он, между прочим, обратился и к русским читателям с приглашением принять участие в подписке на сооружение памятника. Флобер был и доселе остается весьма популярным писателем в России. Я знаю о существовании в Петербурге целого кружка, поставившего себе целью изучения произведений Флобера. Так как никто больше Бабарыкина не содействовал распространению этой известности, то Тургенев счел нужным обратиться с письмом к нему. Многим памятен еще тот ряд обвинений, который посыпался за это на Тургенева со стороны наших московских народолюбцев, увидевших чуть ли не измену русским интересам в этом вполне понятном желании привлечь к честованию человека ему близкого и дорогого всех его почитателей, где бы они ни жили. Тургенев письма том 13 книга 1 страница 7 В комитет по сооружению памятника Флоберу входили Гюго, Эдмон Гонкур, Мопассан. Недовольство, которое выразила определенная часть русской публики приглашением Тургенева принять участие в сборе средств на памятник Флоберу, объяснялось ею тем, что до сих пор не был сооружен памятник Гоголю. Памятник Флоберу работы скульптора Шапю был установлен на родине писателя в Руане лишь в 1890 году. Но чего русские читатели, вероятно, не знают, это то, что одновременно Тургенев получил из Москвы несколько анонимных писем, в которых его называли лакеем и прихлебателем Виктора Гюго. Влияние Флобера, как мне кажется, сказывается в последних произведениях Тургенева, в тщательности, с которой он стал отделывать свой слог, в преобладающем значении, какое мало-помалу приобрела у него форма над содержанием, и в равнодушии, с которым он стал относиться к самой фабуле. Последнее, впрочем, объясняется еще и меньшей живостью воображения, на которую года за три до смерти стал жаловаться Тургенев. «Помню я, как живо рисовались предо мною в прежнее время, выводимые мною типы», говорил он, «когда я писал заключительные строки отцов и детей, я принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на рукопись. Теперь уже не то». Как тонкий наблюдатель, как человек, зорко следивший за переменой в общественных течениях, Тургенев чуял зарождение чего-то нового в нашем обществе, еще не изображенного им вновь. Но неопределенность, с которой высказывалось это новое течение к концу царствования Александра II, сама служила препятствием к художественному его воспроизведению. До многих, вероятно, дошел слух о подготовляемом Тургеневом новом романе. Этот роман не был даже начат Иваном Сергеевичем. Свидетельство Ковалевского о том, что роман не был даже начат Иваном Сергеевичем, противоречит воспоминаниям других современников. Митрофана Ремезова и Павловского оба мемуариста утверждали, что видели рукопись нового романа, представляющую собой кипу исписанных листков. Правда, его приятели надеялись, что автор отцов и детей снова подарит русскую публику поистине общественным романом. Однажды пишущий эти строки позволил себе даже открыто обратиться к Тургеневу с просьбой написать этот роман и в общих чертах отметил те стороны нашей общественной жизни, которые не были еще затронуты Тургеневым. признавая существование этих сторон, Тургенев в то же время ответил «Слушая вас и соглашаясь с вами, все же недоумеваю, какое художественное произведение может выйти из попытки изобразить еще не вполне определившееся течение. Вы и сами говорите об их слабости и отсутствии под ними твердой почвы. Уж не назвать ли мне мой новый роман трясиною? Нет, вы требуете от художника невозможного, вы требуете, чтобы он дал бесформенности форму». До последнего времени Тургенев не переставал интересоваться отношением к нему русских читателей. Не ожидая беспристрастной оценки себе со стороны некоторых враждебных ему органов нашей печати, он в то же время желал знать, какое впечатление производят его новые повести на близких приятелей и на некоторые литературные кружки. Всего выше ставил он мнение Анненкова и не печатал ничего без его совета. Рукописи отправлялись из Парижа в Баден и возвращались обратно снабженные примечаниями Анненкова. До последнего времени также Тургенев обращался и к живущим в России приятелям с просьбой откровенно сказать ему, что думают о его новых вещах. В одном из своих писем ко мне он говорит о сочувствии, высказанном ему с отдаленнейших концов России по случаю его болезни, как о той волне, которая поддерживает его на поверхности и не дает ему пойти ко дну. Уведомляя о близком появлении его стихотворений в прозе, он прибавляет «Некоторые, быть может, придутся вам понутру. Если не поленитесь, то передайте мне впечатления ваши и ваших товарищей. Фюрдас гроссе публикум дас ист цавиар. Для неискушенных это деликатес, ну, а для немногих». Я хотел бы еще сказать два слова о будничной жизни Тургеневым. Жил он, как известно, в Париже в семействе Виардо, с которым связывала его старая дружба. Преданность его этому семейству была безгранична. Когда приятели упрашивали его вернуться и навсегда поселиться в России, он обыкновенно отвечал им «Не думайте, что меня удерживает за границей привычка или пристрастие к Парижу, не думайте, что у меня здесь много друзей или близких знакомых, я не в состоянии указать ни одного дома, в котором бы мог запросто провести вечер, но жить вдали от своих мне тяжело. Переезжая они завтра в самый невозможный город, Копенгаген, что ли, я последую за ними. Помню я, как часто Тургенев бросал нас среди обеда, чтобы, как он выражался, проводить своих дам, госпожу Виардо и ее дочерей, в оперу или в театр. Помню, как отказывался он от целого ряда приглашений, не желая пропустить вечернего чтения или партии Экарте. Не обедать или не завтракать дома было для него лишением, и он соглашался на него только ради свидания с соотечественниками. Живя по личным причинам в Париже, он в то же время служил русским интересом, мы называли его шутя послом от русской интеллигенции. Не было русского или русской сколько-нибудь прикосновенных к писательству живописи или музыки, о которых так или иначе не хлопотал Батургенев. Он интересовался успехами русских учениц госпожи Виардо, вводил русских музыкантов в ее кружок, состоял секретарем Парижского клуба русских художников, заботился о выставке их картин, рассылал в парижские редакции рекламы в их пользу, снабжал обращавшихся к нему личными рекомендациями, сужал нуждавшихся соотечественников деньгами, нередко без отдачи, хлопотал лично и через приятелей о своевременной высылке денег заграничным корреспондентам и не отказывался даже от непосредственного ходатайства пред властями за эмигрантов, не настолько скомпрометированных, чтобы не иметь возможности рано или поздно вернуться на родину. Тургенев нередко хлопотал за русских политических эмигрантов перед министром внутренних дел Ларис Меликовым. Ильинский, Тургенев и эмигранты, литературно-библиографический сборник, Петроград, 1918 год, страницы с 32 по 39, а также литературное наследство том 73 книга первая страницы 385-386. Спокойным государем Александром Третьим Тургенев познакомился в Париже. Желая видеть его, государь обратился к Орлову и просил запросто пригласить на завтрак в посольство. Тургенев рассказывал мне следующее об этом свидании. Александр Александрович спросил его, почему он не присутствовал на юбилее Крашевского. Тургенев сослался на болезнь. Его собеседник посмотрел на него многозначительно и сказал «Хорошо сделали, Иван Сергеевич, хорошо сделали». Действительная же причина, почему Тургенев не был на юбилее, та, что сам Крашевский, любивший Тургенева, просил его не приезжать, так как не рассчитывал на хороший прием русского со стороны своих соотечественников. В октябре 1879 года в Кракове широко отмечался 50-летний юбилей Крашевского. По соображениям политического характера, Тургенев не решился присутствовать на юбилее в Кракове, опасаясь антирусских выступлений. Кроме того, он предполагал, что его участие в торжествах, посвященных польскому поэту, может повредить его поездки в Россию. Письмо Стасюлевичу от 13-25 сентября 1879 года. Тургенев, письма, том 12, книга 2, страница 130. 13-го 25-го ноября Тургенев писал Крашевскому «Мне очень было приятно получить ваше письмо, и, поверьте мне, еще было бы приятнее присутствовать на столь заслуженном вашем торжестве. Вы, вероятно, хорошо понимаете, почему я должен был отказаться от моего намерения. Было бы невозможно избежать недоразумений, и, хотя я твердо убежден, что рано или поздно духовная связь установится между вашим и моим народом, но почва, на которой должна возникнуть эта связь, еще слишком мало подготовлена. Россия должна сперва перестать быть старой Россией». Тургенев письма том 12-й книга 2-я страницы 178-я и 479-я Когда я спрашивал Тургенева об его последней поездке в Россию и о том, являлся ли он ко двору, он отвечал мне, что бы я там стал делать. Григорович неоднократно старался заманить его туда, но на этот раз Тургенев обнаружил несвойственное ему упорство. С тем же упорством отклонил он предложение повидаться с Аксаковым, несмотря на старинные отношения с ним. Имеется в виду Иван Аксаков, идеолог славянофильства, известный публицист. Тургенев, непримиримо относившийся к доктринам славянофилов, был идейным противником Ивана Аксакова. «Не могу же я искренне беседовать с человеком, который считает меня чуть не поджигателем», заметил он по этому случаю. Нечего и говорить, что Тургенев немало не сочувствовал терроризму. Он постарался даже оттенить свое отношение к событию 1 марта 1881 года личным присутствием на Панихиде. Когда крестьяне села Спасского обратились к нему с просьбой о денежной помощи на открытие часовни в память Александра II, он не отказал им в их ходатайстве. С другой стороны, он не отказывал также в судах без отдачи тем из русских, которые на чужбине оставались без денег, не спрашивая их об их убеждениях. Н. М. Черты из парижской жизни Ивана Сергеевича Тургенева. Имя автора воспоминаний, подписанных инициалами Н. М. до сих пор остается невыясненным. Есть предположение, что это один из парижских знакомых Тургенева Мазурин. Обзорная статья Ланского «Последний путь литературное наследство», том 76, страница 649. По мнению Зильбертштейна, воспоминания принадлежат писателю и публицисту Митрофану Нилычу Ремезову, ближайшему сотруднику журнала «Русская мысль», начиная с 1884 года, где в 1883 году и были опубликованы черты из парижской жизни Ивана Сергеевича Тургенева. Но бесспорно одно. Автор воспоминаний публицист, выступавший в печати со статьями на исторические и общественно-политические темы. Он был близок к демократическим кругам русской молодежи. На это есть указания в самом тексте воспоминаний. «Я много рассказывал Ивану Сергеевичу, пишет мемуарист, о внутренней жизни, взаимных отношениях и типических чертах той среды, которой он всегда живо интересовался и за которую в последние годы следил с особенным вниманием среды русской молодежи. С некоторыми из его работ Тургенев был знаком, что видно из самих воспоминаний. В ряду мемуаров, рассказывавших о последнем неосуществленном романе писателя, воспоминания Н.М. представляют особый интерес, так как раскрывают философское содержание замысла Тургенева. Текст печатается по изданию «Русская мысль» 1883 год номер 11. Приехавши в 1879 году в Париж освежиться и подышать иным, более здоровым воздухом после продолжительной петербургской хандры, я, естественным образом, пожелал воспользоваться пребыванием здесь знаменитого русского романиста, произведения которого доставили каждому из нас столько высокопоэтических минут и лично познакомиться с ним. Лучшим способом, как мне сообщили, было письменно попросить у него свидание. Я так и сделал. И через несколько дней получил от Ивана Сергеевича ответ, в котором он приглашал меня зайти к нему в определенный день, прибавляя, что слышал обо мне от одного общего знакомого. В условленный день, в двенадцать часов, я приехал и послал карточку. Слуга проводил меня в кабинет. Иван Сергеевич сидел за письменным столом и перебирал кипу из писанной бумаги. «Очень рад вас видеть. Мне еще на прошлой неделе о вас говорили. Вы из икс». В его встрече не было той изысканной любезности, от которой делается неловко, той покровительственной сладости, с какой встречают большие люди, обыкновенных смертных. Напротив, в тонне и движениях его сказывались спокойная простота и дружеское радушие. Точно в комнату вошел обычный посетитель. Я сразу почувствовал себя как дома, в обществе давно знакомого человека. Последовали расспросы о России, о настроении, веяниях, обо мне и моей жизни, причем мое внимание обратило то обстоятельство, что Иван Сергеевич главным образом интересовался тем, как я смотрю на различные факты общественной жизни и каковы мои симпатии, антипатии и желания. «Наблюдает тип», вдруг пришло мне в голову, «надо быть осмотрительнее и взвешивать слова». Но я почувствовал себя окончательно неловко, когда заметил, что хозяин внимательно наблюдает мою фигуру и жесты во время речи. Это сознание, что за тобою наблюдают, невольно делает тебя неестественным и сдержанным словом, не тем, что ты есть, и я испытывал всю неловкость такого положения каждый раз, когда бывал у Тургенева. Чувствуешь, что в тебя всматривается, и при том такой тонкий наблюдатель, который часто по одному жесту или гримасе определяет характерную черту человека, ужасно неловко. Впоследствии, когда я чаще заходил к Ивану Сергеевичу и ближе познакомился с ним, ощущения мои до известной степени оправдались. «Все мои повести», говорил он, или по крайней мере детальная сторона их, представляют почти фотографический снимок с того, что я видел и слышал. Я часто соединяю ваше лицо с словами вашего приятеля НН и с жестами Т, но ни того, ни другого, ни третьего не выдумываю, а списываю. После каждой встречи с знакомой и незнакомой личностью я вношу в свою тетрадь все обратившие мое внимание характерные черты наружности и речи моих собеседников. По этим характерным и выдающимся чертам я стараюсь воспроизвести целую фигуру, сливая где-то можно черты нескольких родственных лиц в одну. С течением времени, познакомившись ближе, я стал менее сдержан и много рассказывал Ивану Сергеевичу о внутренней жизни, взаимных отношениях и типических чертах той среды, которой он всегда живо интересовался и за которой в последние годы следил с особенным вниманием среды русской молодежи. В его настойчивых расспросах и пристальном вглядывании в посещавшую его молодежь заметно было желание проверить сыпавшиеся на него со всех сторон обвинения в том, что он не знает этой молодежи, не понимает ее внутренних мотивов и распространяет на ее счет плоды его собственной фантазии. Тут часто заметно было сильно задетое самолюбие, желание во что бы то ни стало убедить самого себя, что он прав, и обвинения неосновательны, и признаки некоторой горечи и досады, доходившей иногда до раздражительных выходок, до азартных филиппик, приводивших его в пылу разговора крайним и опрометчивым выводом и эпитетом, от которых он спустя несколько минут успокоившись, спешил отказаться. Пуще всего в таких стычках он боялся обидеть собеседника и оставить его под неприязненным к нему впечатлением, вследствие чего подчас происходила крайне забавная сцена. Однажды я застал его в разгаре такой филиппики. Громко раздавались слова «Это ведь холопство, идолопоклонство, нельзя же ни во что не верить и в то же время поклоняться идолам, слагать гимны статуи». «Вот, батюшка», вдруг обратился он ко мне, «будьте свидетелем и полюбуйтесь, чуть-чуть не анархист по убеждениям, а приходит в восторг от лакейского гимна статуи, добро бы еще живому человеку, а то статуи». «Это недалеко до гимнов панталоном великого человека, где же тут последовательность убеждений?» Речь шла о какой-то нелепой оде на статую одного великого человека, от которой, то есть от оды, был в восторге собеседник Ивана Сергеевича, чуть не анархист. «Вы сегодня раздражительны, Иван Сергеевич», спокойно сказал собеседник, берясь за шляпу, «а вам сердиться вредно, я уж лучше зайду в другой раз, до свидания». Иван Сергеевич стрепенулся, «батюшка, да вы, кажется, обиделись, извините, черт с ней с Одой, поговорим лучше о вас». И разговор сразу принял мирное направление о жизни, нуждах и занятиях собеседника, о России, и литературе и тому подобном. Редко можно было застать Ивана Сергеевича одного. В приемные часы всегда приходилось заставать у него одного или несколько человек за беседой о самых разнообразных предметах, начиная политикой и кончая веселыми анекдотами. Преимущественно это была учащаяся молодежь, начинающие писатели, иногда художники и изредка французский литератор. Надо заметить, что большой разборчивостью в выборе посетителей Иван Сергеевич не отличался, и его нередко можно было застать за приятельской беседой с людьми весьма сомнительными. Этой безразборчивостью в выборе знакомства и подчас друзей он в значительной степени был обязан преобладанием в нем художественного и эстетического чувства, заставлявшего его иногда сразу облюбовать человека из-за одного красивого жеста, из-за удачного оборота фразы, из-за меткого эпитета, адресованного в чью-либо сторону. Облюбует и возится с ним, как с детищем, до какой-нибудь крупной неприятности, или пока кто-нибудь не откроет ему глаза и не представит облюбованного в настоящем свете. Отчасти эта слабость к быстрым и обширным знакомствам с самыми разнообразными людьми объясняется скукой и не покидавшим никогда Ивана Сергеевича подчас весьма тяжелым сознанием своего одиночества, на которое он часто жаловался. Как не близка ему была семья Виардо, но она не могла наполнить его личной жизнью. Так его отделяло от нее резкое различие умственных и нравственных интересов, общественных тенденций, идеалов, вкусов и забот. Разница, которая весьма вероятно приводила часто к взаимному непониманию и некоторой друг другу чуждости. Это сквозило нередко в элегическом тоне речей Ивана Сергеевича о себе и о своей личной жизни. «Вам нельзя жаловаться», говорил он иногда, «у вас есть свой теплый домашний угол, где вас вполне понимают, вам сочувствуют и разделяют все ваши идейные интересы. Угол, куда вы всегда можете укрыться от жизненных невзгод, отдохнуть и набраться сил для новой борьбы. Мое положение несколько иное. У меня есть близкие друзья, люди, которых я люблю и которыми любим, но не все, что мне дорого и близко, также близко и интересно для них. Не все, что волнует меня, одинаково волнует и их. Отсюда понятно, что наступают для меня довольно продолжительные периоды отчуждения и одиночества. Это постоянное сознание своего одиночества там и сям сквозит и в его стихотворениях в прозе с замечательной верностью выразивших его душевное настроение за последние годы. Нахохлились оба голубя и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им и мне хорошо, глядя на них, хоть я и один, один, как всегда. Голуби стихотворение в прозе. Это-то одиночество, это постоянное пребывание в чуждо его духовным интересам среде, это отсутствие близкого прикосновения русской жизни и поддерживало в нем вечную потребность в знакомстве с русскими людьми, в которых, как и в нем, жил еще интерес к России, к ее судьбе, к русской жизни и литературе, с которыми он мог беседовать об этой близкой его сердцу жизни, как бы он сам не расходился с этими людьми или многими из них во взглядах на вещи, симпатиях, стремлениях и даже воспитании. Все-таки эти люди составляли для него суррогат той русской среды, которая ему недоставала в Париже и в близости которой он, как крупный русский писатель и художник, чувствовал настоятельную, умственную и нравственную необходимость. Как писателя билетриста его особенно интересовала русская билетристика, за которой он внимательно следил и в которой знал и помнил всякую мелочь. В народничестве и преобладании народного типа в современной русской билетристики Иван Сергеевич видел историческую необходимость и, так сказать, органическую ступень развития литературы, хотя и не особенно симпатизировал ему и видел в писателях этого преобладающего у нас направления, за весьма редкими исключениями, собирателей и поставщиков сырого материала, которым воспользуются грядущие таланты для своих художественных творений. Живо принимая к сердцу успехи и интересы русской литературы, Иван Сергеевич обнаруживал особенную слабость к начинающим литераторам, внимательно прочитывал неимоверное количество представляемых ему на просмотр рукописей, старался пристроить то, что могло быть напечатанным, поправлял и просиживал иногда целые часы с авторами, указывая им на недостатки их произведений. Как вам не скучно, Иван Сергеевич возится постоянно с этим хламом? Признайтесь, что до смерти надоело, обращался я к нему, заставая его почти всегда с карандашом в руках и за грудой из писанных тетрадей. Совсем нет. Я ведь ничем обязательным не занят, времени у меня много и всегда рад сделать все, что могу. Сам я пишу теперь очень мало. Единственную услугу, какую я могу оказать русской литературе, это помогать советами и указаниями начинающим писателям и уговаривать неспособных к писательской карьере заняться чем-нибудь другим. Стихоплетов вот нынче развелось не в меру, не люблю я этого. Страсть к виршам погубила немало народу. И действительно, мне приходилось присутствовать при том, как Иван Сергеевич уговаривал поэтов или мнивших себя таковыми бросить пагубную привычку писать стихи и заняться лучше хоть газетными фильетонами. У нас и фильетонистов порядочных нет. Посмотрите, какая все это тяжелая артиллерия, как все эти фильетоны вяло, скучны и безжизнены. Разве вот Суворин с братьями сорвется и пустится валять в присядку, но ведь это талант особого рода. Беда наша в том и состоит, что талант приходится признать за газетами, подобными Суворинскому заведению. Весело тут пляшут себе трепака, вот публика и валом валит к ним. Возьмите, например, хоть порядок, честный орган и с самыми благими намерениями. А куда он годится с своей тяжеловесностью, неповоротливостью, своим балластом? Где ж ему устоять против увеселительного заведения Суворина? Нет. Выработайте в себе дельного и занимательного фильетониста, критика, полемика даже, и этим сослужите посильную службу литературе. Газета «Порядок» издавалась в Петербурге с 1 января 1881 года по 1882 год. Ее редактором был Стасюлевич. Возникновение этого умеренно либерального органа было вызвано желанием создать известного рода противовес официозу московским новостям и новому времени. Тургенев внимательно следил за новой газетой. О первых с его точки зрения слабых номерах он писал Стасюлевичу «Общее впечатление порядка пока серовато и напоминает официальное издание. Желательно было бы больше погружения в современную столичную жизнь, хотя бы и без трескотни и бубенчиков нового времени». Тургенев письма том 13 книга 1 страница 36 Постоянным сотрудником порядка были Анненков, Ковелин, Корж, Стасов, Эртель и другие. Мостовская, Тургенев и газета Стасюлевича «Порядок». Тургеневский сборник. Выпуск 4 1968 год. Больше всего огорчало его во всех доставлявшихся произведениях недостаток художественной отделки и чувства изящного. Характерная черта нынешних молодых писателей, да и вообще молодых людей, с которыми мне приходится здесь встречаться, говорил он иногда, это, во-первых, какая-то угрюмость, во-вторых, презрение к красивой форме, к изящному. У них бывает наблюдательность, трезвость взгляда, способность умной и толково изложить факт и детали, но нет художественной формы и недостает творческой силы. Отчасти это происходит от недостатка художественного и литературного образования, на которое нынче, к несчастью, мало обращают внимания, от незнакомства с русскими и европейскими классиками, отчасти же от того, что жизнь у нас теперь слагается как-то нелепо, безобразно, точно урывками. Приведенные в воспоминаниях характерные суждения Тургенева о недостаточной образованности молодых литераторов, о том вредном влиянии, которое оказывает на их творчество пренебрежительное отношение к наследию русской и иностранной классики, близки тому, о чем говорится в других мемуарных записях 70-х годов, принадлежащих, по всей вероятности, Аксакову. Лет пять или шесть назад в один из своих приездов в Москву Тургенев рассказал нам следующее. Речь шла о современной русской поэзии. Получаю я однажды в Париже целый рукописный том русских стихотворений под общим заглавием «Из-за решетки». Я перечел еще раз и пришел к убеждению, что юные авторы, наверное, никогда не читали ни Пушкина, ни Лермонтова, не говоря уже о Братынском Тютчеве. Возвращая рукопись, я написал им письмо, в котором, конечно, постарался не оскорблять юного авторского самолюбия, однако же в самой мягкой форме спросил-таки их, читали они такое-то и такое-то стихотворение Пушкина или же иного поэта. Через несколько времени я получил ответ, что ведь это действительно так. Молодые авторы сознавались сами, что им лично не приходилось никогда читать ни Пушкина, ни других поэтов, кроме разве стихов, помещенных в хрестоматиях. Цитируется по литературному наследству том 76 страница 699. Наткнувшись на талантливую вещицу, он был счастлив, и это служило ему достаточной наградой за всю скуку груды других статей. Разумеется, эта масса знакомства, эта постоянная сутолока, эти деловые и приятельские отношения и беседы с людьми тоже не доставляли ему полного личного удовлетворения. Он все-таки чувствовал себя одиноким в толпе, чувствовал, что среди этой массы народа мало людей, относившихся к нему вполне тепло и искренне, отсюда недовольство людьми, доходившее иногда до болезненной подозрительности и боязни, что молодежь относится к нему как к человеку, хотя и хорошему, но неискреннему, отсталому, смотрящему на нее враждебно, что она видит в его последних произведениях брюзгливого старика, которому все представляется в мрачном виде. Отсюда и мрачные мысли о людской сухости и неблагодарности ко всему, что он посильно делает, так резко и несколько даже неприятно выразившиеся в его стихах в прозе, где на перу верховного существа в первый раз встречаются две незнакомки благодетельность и благодарность. А в стихотворении «Услышать суд глупца» встречаются такие горькие строки. Есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал все, что мог, работал усиленно, любовно, честно, и чистые души годливо отворачиваются от него. Честные лица загораются негодованием при его имени. Ни ты нам не нужен, ни твой труд. Ты оскверняешь наше жилище, ты нас не знаешь и не понимаешь, ты наш враг. Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться и даже не ждать более справедливой оценки. Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезной пищей. Горькая, неправая укоризна в устах людей, которых любишь, но перенести можно и это. Бей меня, но выслушай, говорил афинский вождь спартанскому, бей меня, но будь здоров и сыт, должны говорить мы. В этих стихах вылилось целиком то горькое чувство обиды и недовольства отношением к нему людей, которому он часто возвращался и в приятельских беседах. Однако философское, по-видимому, правило делать свое дело и не обращать внимания на суд людской не мешало ему живо интересоваться впечатлением, какое производили его последние произведения и прислушиваться ко всякой оценке. После появления отчаянного и стихов он с каким-то беспокойством просил всякого посещавшего его сказать искренне, что он думает об этих произведениях, и всякое сколько-нибудь тенденциозное замечание приводило его в раздражительность. «Мне приписывают враждебное намерение унизить современную протестующую молодежь, связав ее генетически с моим отчаянным», говорил однажды Иван Сергеевич. «Я не имел этого в виду, как вообще не задаюсь в своих произведениях никакими тенденциозными целями. Я просто нарисовал припомнившийся мне из прошлого тип, чем же я виноват, что генетическая связь сама собой бросается в глаза, что мой отчаянный и нынешний два родственные типы, только при различных общественных условиях, та же бесшабашность, та же непоседливость и бесхарактерность и неопределенность желаний, не лишенные при всем том известной прелести и симпатичности. Но позвольте, Иван Сергеевич, ведь ваш отчаянный просто недоросль из дворян времен крепостного права, который «Знаю, знаю, что вы скажете», раздражительно прерывал он собеседника. «Но ведь я могу судить только по тем людям, которых я знаю, с которыми встречался лицом к лицу, представляют же они, хотя до известной степени свою среду». О том, как близко к сердцу принимал Тургенев критику своей повести «Отчаянный», рассказывает также в своих воспоминаниях Павловский. Воспоминания о Тургеневе «Русский курьер», 1884 год, номер 199 за 21 июля. «Впрочем, вам лучше их знать. Я ведь и не претендую на непогрешимость», прибавлял он через минуту, «вообще я и сам не придаю большого значения последним своим писаниям. Это пробы пера после долгого молчания. Вот я занят теперь более серьезной вещью. Мне давно хочется написать роман, в котором выразилась бы коренная разница духовных основ русского человека и француза, показать в этом романе глубину психических причин и мотивов у русского протестанта и отщепенца рядом с формализмом и традиционной шаблонностью французского революционера, который никогда не выходит из раз установившихся рамок, идет по утоптанному руслу, верит в себя и в свои формулы, тогда как русский вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопросов и исканием правды, не знаю только, удастся ли мне довести дело до конца и справиться с сюжетом, стар я, умру скоро. Об истории возникновения замысла романа подробно рассказывается в воспоминаниях Павловского, в первоначальном русском варианте его воспоминаний имя человека, ставшего прототипом героя романа, было скрыто за инициалом П. Во французском издании мемуаров он был назван Поливановым. Биография П, события его личной жизни, разыгравшиеся на глазах у Тургенева, явились реальным поводом к возникновению этого замысла. Долгое время в литературе о Тургеневе существовало предположение, что прототипом героя мог быть Николай Чайковский. Его биография «Поездка в Америку», «Вступление в секту шекеров» весьма напоминала историю П. Но им мог быть и родной брат мемуариста Александр Павловский, также живший одно время в Америке, увлекавшийся учением шекеров. В его судьбе Тургенев принимал большое участие. Герой будущего романа безусловно вобрал в себя черты выдающихся деятелей русского революционного движения, с которыми Тургенев встречался в 70-е и 80-е годы Лопатина, Кропоткина и других. Роман этот, основная идея которого сильно занимала Тургенева, так что он постоянно о ней заговаривал, был уже, по-видимому, им давно начат, ибо, говоря о нем, Иван Сергеевич указывал на лежащую перед ним кипу исписанных листов. Героями его, судя по словам покойного, должны были быть русская девушка-революционерка, вышедшая замуж за французского социалиста и скоро понявшая всю глубину духовного различия и взаимного непонимания между ею и мужем. Одно из видных мест в романе должен был занимать тип русского социалиста-мистика, искавшего разрешение социально-нравственных вопросов в новой религии, тип, списанный Иваном Сергеевичем с натуры, с лица, с которым он вел за границей долгие беседы и переписку. Несмотря на свою нелюбовь к славянофилам Оксаковского пошиба и свое так называемое западничество, термин весьма неопределенный и глупый, но почему-то получивший твердое право гражданства в русской печати, Тургенев особенно любил беседы на тему о нравственной и психической разнице между русским и западноевропейским человеком, разницы придававшей совершенно особый склад жизни, культуре и всему будущему русского народа. Обратите главное внимание на то обстоятельство, заметил он мне, говоря об одной моей статье, что в русском народе продолжаются психические процессы самоопределения и искания правды и идеала, тогда как во Франции замечается во всех классах какая-то культурная окристаллизованность, нравственная и идейная законченность, точно нация исчерпала весь запас своих духовных сил. В дневниковых записях Тургеневой 1873 года приведены суждения писателя о неуклонном процессе обуржуазивания Франции. Да, через 25 лет Франция увидит мир своею бокалеей, говорил Тургенев. Французы сделаются маленькими, маленькими, как орешки. Я не говорю этого французам, но таково мое убеждение. Через 20 лет, когда захотят говорить о существах безобидных, скажут голуби, французы и так далее. «Наступит царство господина Прюдома», классический тип европейского самоуспокоенного буржуа. «Франция будет что ни на есть спокойное, что ни на есть буржуазное, человеку с фантазией, поэту, я не о себе говорю, нечего будет делать во Франции». Литературное наследство, том 76, страница 379, 380, а также 382. «Вот вы сказали здесь, что во Франции при напряженной экономической борьбе и розне классов бросается в глаза сплошное единство и тождественность вкуса в стремлении юридических и нравственных понятий и идеалов, словом, сплошная культурная тождественность во всех слоях общества, начиная от главы государства, от богача и кончая самым бедным крестьянином, тогда как в России при отсутствии определившейся борьбы и антагонизма общественных классов существует несколько различных культурных типов». «Эта разница культурного строя двух народов продолжал Иван Сергеевич имеет важное политическое значение. Она причиной трогательного и вместе с тем трагического положения русского борца за прогресс от того, что у нас нет еще пока классовой экономической борьбы, он, то есть этот борец, принадлежа сам к привилегированному, обеспеченному материально классу отстаивает интересы обездоленного народа и в то же время он не встречает поддержки и сочувствия в том самом большинстве, за интересы которого он стоит, ибо между ним и этим большинством взаимное идейное и культурное непонимание и рознь. В этом вся драма русского идейного человека, в этом заключается причина его изолированности почти бесцельности его попыток, его ошибок и преждевременной бесполезной гибели массы энергических и честных сил. Другая характерная разница между русским и французом, замечал дальше Иван Сергеевич, выражается в удивительной позитивности умственного склада мыслящего русского человека. Французов поражает полное отсутствие у русской молодежи религиозного чувства. Француз бывает свободомыслящим по убеждению, по принципу, тогда как русский свободно мыслящий является таким по натуре. Француз вечно воюет с божеством, тогда как русский неверующий человек даже не вспоминает о нем. Француз даже в свободом мысли и неверии продолжает соблюдать форму и обрядность натуре же русского человека не свойственны никакая обрядность, никакой ритуал. Та же самая черта повторяется у русского человека во всем и в политике и в нравственности. То же отсутствие священных формул, традиции кумиров, стремление стать выше всего, преклоняться только перед высоким идеалом человека перед идеей абсолютной нравственной свободы личности, которая сама по себе мирила судья и господин. При всем том, при таком видимом материализме русского человека, он на самом деле в высокой степени идеалист, что доказывается его вечной верой в человеческую натуру, в нравственное самоусовершенствование и идеал. «Мои правители французы», сказал мне однажды Иван Сергеевич, «в недоумении спрашивали меня, как эта русская женщина весьма часто, не будучи ни религиозной, ни суеверной, в то же время, по-видимому, остается целомудренной? У нас, французов, говорят они, женщина, если не религиозна, то развратна. Средины между религией и адюльтером у нее не бывает. У вас, русских, между тем, как-то совмещаются и религиозный индифферентизм и целомудрие. Неужто это происходит от отсутствия темперамента у ваших женщин? Но ведь есть же у них темперамент на страстную преданность идеи, самоотверженность, неуклонность в преследовании цели. Они не могут этого переварить, продолжал он. Большинству даже образованных французов трудно понять, что идейность, преобладание духовных интересов над потребностями плоти, отсутствие привычки к мещанской сытости и комфорту одолевших современных французов, а вместе и их женщин, то ничтожное значение, которое вообще имеют в русской жизни материальная обстановка и материальные блага, все это вместе и спасает русскую женщину и от ханжества, и от разврата, и толкает ее в мир принципов, в мир самоусовершенствования и самоотречения. Обратите внимание, говорил Тургенев, на современное французское искусство, театр, роман, даже поэзию. Везде преобладает форма и голый материальный предмет. Все представлено в высшей степени тщательно, детально и красиво, но ничего не говорит ни мысли, ни чувству. Надо заметить, впрочем, что французы никогда во всей их истории и не отличались глубиной и силой психических процессов. Они в этом отношении стояли всегда ниже англичан и немцев. Форма у них всегда преобладала над содержанием, словно над душевной работой, потребность скорее и красивее высказаться не давала им времени глубоко и всесторонне додумать. Этим быть может объясняется процветание у французов ораторского искусства и стиля и отсутствие философии, психологии, драмы. Но это только черта, так сказать, органическая, национальная. Ее усиливают в значительной степени причины исторические. Французы, можно сказать, закончили известный круг культурного развития, удовлетворились и точно окристаллизовались в нем, исчерпав весь запас своих духовных сил, тогда как мы, русские, еще духовно прогрессируем, растем, ищем истины, новых форм жизни и красоты и прочее. Он говорил так плавно и увлекательно, так воодушевлялся, что не хотелось прерывать его возражениями. Но не происходит ли вся эта разница, замечал я наконец, просто от того, что русские не достигли еще той степени культурно-экономического или, как теперь говорят, капиталистического развития, которое вырабатывает и создает в народе или, по крайней мере, в некоторых классах его определенный склад нравственных понятий, личных, семейных и общественных отношений, своеобразные идеалы и прочее? И не будем ли в таком же положении и мы, русские, когда переживем то, что пережили французы и, исчерпав запас своих духовных сил, удовлетворимся в свою очередь? Отчасти да, но только отчасти, мне кажется, поскольку это зависит от исторического процесса развития, но не одни исторические и экономические причины определяют жизнь народа, а также и его национальные, психические, бытовые, географические и разные другие свойства и особенности. И эти-то свойства, я твердо уверен в том, помешают русскому человеку закончиться и замереть в той форме, в какой замерли, по-видимому, французы. Но неужто вы думаете, заметил я, что они окончательно замерли, что не произойдет вскрытие этой коры и пробуждение к новой жизни? Нет. Разумеется, возможно, вскрытие, как вы выражаетесь, и поворот в иную сторону, по новому руслу психической жизни масс. Но пока я не вижу, я не могу указать пунктов и точек, где произойдет вскрытие, ибо все покрыто толстой корой сытомещанской культуры, ибо даже рабочая масса заражена ею, и даже так называемые вестники новой жизни, проводники новых идеалов, социалисты. Каковы они, социалисты, во Франции? Сколько их? Что они сказали до сих пор нового, вы и сами видите? Если возникнет что-нибудь новое, то не отсюда. Тут только сухие мертвые доктрины, механическое повторение старых, когда-то грозных формул, перешедших теперь в житейский обиход и разменявшихся на мелкую монету. Если и вскроется лед, если и появятся новые духовные всходы, то не из такого семени, способного дать только пустоцвет, а из более здорового и нетронутого источника. Но где, когда, в какие выльются формы, решать не берусь. Я в эту область мало заглядывал. «Вам молодым, идущим в уровень с жизнью, это лучше знать». Вообще Иван Сергеевич был мало знаком с современной постановкой социально-экономического вопроса в Европе, избегал прямых ответов на него, сам сознаваясь в своей некомпетентности в этой области и не любил говорить о нем, предпочитая вращаться в сфере эстетики, искусства и нравственно-политических вопросов. Из приведенных мною здесь отрывочных бесед уже можно сделать заключение о том, как смотрел Тургенев на вопрос о так называемых славянофильстве и западничестве. Суровое, по-видимому, отношение к Франции не мешало ему любить эту страну как вторую родину, потому что, говорил он, нигде не живется так легко, не дышится так свободно, не чувствуется так по себе и у себя дома, как во Франции. Как умный человек, обладавший тонким нравственным и художественным чутьем и разносторонним образованием, Тургенев, ненавидя от души фанатическое византийское славянофильство, приписывающее славянскому или, вернее, русскому племени какую-то провиденциальную роль в истории и стремящееся изолировать его от влияния западной цивилизации, Тургенев, говорю я, не мог не видеть национальных особенностей племени и не признавать за ними глубокого культурно-исторического значения. Но в то же время, как человек развитый и европейски образованный, как ум, стоящий выше предрассудков, он всем своим существом был предан европейской цивилизации, европейским политическим идеалам и философской мысли и страстно желал широкого и свободного водворения их в своем отечестве. Желал, конечно, только, так как не имел ни инициативы, ни возможности, ни энергии что-нибудь делать в этом направлении, если не считать его всем известной литературной деятельности. «Мы, то есть я и мои друзья, говорил он, честные и искренние либералы, и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы. Мы готовы много работать для достижения этих благ, но все мы, сколько нас не есть, все хорошие и нескупые люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества. Что делать? Надо осознаться, что малодушие присуще нашей натуре, что мы говорим рабским языком даже тогда, когда нам приказывают говорить правдиво и смело. Едва ли у Ивана Сергеевича была своя определенная политическая программа. В этом отношении он, вероятно, находился всегда под большим или меньшим влиянием своих политических друзей, хотя сам он, как человек неспособный уложиться в тесные рамки какой-нибудь исключительной политической доктрины, нередко находил их, то есть своих друзей, узкими, чересчур доктринальными и односторонними. Как художнику и поэту ему была присуща способность увлекаться каким-нибудь героическим поступком, какой-нибудь высокой нравственной чертой людей, принадлежащих к несимпатичной ему даже враждебной партии и вследствие этого высказывать самые противоречивые взгляды и симпатии. Если он в своем известном письме господину Стасюлевичу довольно определенно изложил свои политические симпатии и антипатии, если он с негодованием отнесся к безобразиям последнего времени, то в дружеской беседе с приятелями он с не меньшим негодованием говорил о безобразиях иного рода и направлениях и искренне болел душою о том общественном и нравственном хаосе и сумбуре, которые царили в его отечестве. Имеется в виду письмо к редактору Вестника Европы 1879 год, известное как ответ иногороднему обывателю Тургенев сочинение том 15 страница 185 Тургенев был либерал в самом широком и лучшем смысле этого слова и ни одному сколько-нибудь здравомыслящему человеку не взбредет в голову заподозрить его в какой бы то ни было прикосновенности к социально-революционным доктринам. Вот почему замечу мимоходом буря, поднятая в этом смысле в русских газетах по поводу письма господина Лаврова, перепечатанного в московских ведомостях, не лишена некоторого комизма. Об этом в первом томе настоящего издания. Обиднее всего то обстоятельство, что наибольшая часть этого комизма выпадает на долю газет, защищающих доброе имя Ивана Сергеевича. Я не берусь и считаю излишним здесь решать вопрос, имел ли право господин Лавров помещать свое заявление и в какой степени оно соответствует истине. Факт тот, что такое заявление появилось. Нужно быть в ужасной степени напуганным и обладать изумительной способностью терять присутствие духа и здравого смысла, чтобы поднимать такой панический гвалт при чьем бы то ни было голословном, основательно ли оно или лживо, это все равно заявление о политических симпатиях человека, при том человека уже умершего, да при том еще, наконец, составляющего славу и гордость России. Помогал ли Иван Сергеевич или не помогал своими средствами какому-нибудь заграничному изданию на русском языке, разве это может изменить в ту или другую сторону значение Тургенева для России, покрыть его позором или как-нибудь запятнать его имя? Разве для кого-нибудь остается тайной, что Тургенев был дружен с Герценом? Разве же эта всем известная дружба падает пятном на имя Тургенева, уменьшает его значение? Разве это помешало ему оставаться мирным либералом, чуждым революционных тенденций, ездить свободно в Россию, вызывать и принимать общественные овации и снова спокойно возвращаться в Париж? Поэтому мне кажется, что защитники Тургенева, если только тень великого писателя не вознегодует против дерзкой попытки, например, господина Суворина записаться в его друзья и защитники, что друзья Тургенева слишком поусердствовали и уподобились тем доброжелателям, о которых покойный Иван Сергеевич добродушно говорил, «Избавьте меня от друзей, а враги мне не страшны». Всем знавшим и незнавшим лично Ивана Сергеевича Тургенева было известно, что он не революционер-социалист, а мирный сторонник прогресса и свободы, как всем и грешные и чающие движения воды, прогрессист, ждавший от дальнейших преобразований великих благ для своей Родины. Так называемому нигилизму он по натуре своей не только не сочувствовал, но, как сам искренне сознавался, знал его только издали и плохо понимал. Не говоря уже о революционерах последнего времени, он даже к мирным пропагандистам на русской почве относился крайне скептически и подчас насмешливо, что не мешало ему в отдельных, близко известных ему личностях находить много прекрасных качеств. Нам нужно, говорил он, не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу, возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыше которых кроются в ней самой. я не принадлежу к тем людям, которые проповедуют необходимость учиться у народа, искать в нем идеал и правду и, отказавшись от добытого и усвоенного европейской цивилизацией, отказаться от своей культурной личности и принизиться до народного уровня. Это и нелепо и невозможно, но и насильственно вламываться в народную жизнь с чуждыми ему принципами и теориями, а таковые все социально-революционные доктрины и все попытки пересадить их на русскую народную почву, нет никакого резона. Лучше предоставить народу полную свободу устраиваться самому, предоставляя ему только все необходимое и ограждая от всяких корыстных и бескорыстных набегов на его жизнь. С напряженным вниманием следил Иван Сергеевич по русским и иностранным газетам и журналам за всем, что делается в России. Останавливался на каждом безобразном явлении, желче указывал на него своим посетителям. В последние два года, благодаря, быть может, быстро развивающейся болезни, он становился все угрюмее и мрачнее и часто говорил о смерти, которая лишит его возможности окончить кое-что из задуманного. Мыслям о смерти посвящена значительная часть его стихов в прозе. Настали темные, тяжелые дни, свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости, все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, никнет и разрушается, под гору пошла дорога. С каждым днем утрачивалась вера в себя, в свои силы, в русский общественный прогресс. Старь я, скоро умирать придется, говорил он, меланхолически глядя на камин. Знаете ли, мне кажется, что человек, как только перестает увлекаться красотой и женщиной, становится уже неспособным на художественное творчество. Я уже чужд подобным увлечением и вдохновение покинуло меня. Я узнал тебя, богиня фантазии, ты посетила меня случайно, ты полетела к молодым поэтам. О, поэзия, молодость, женская, девственная красота, вы только на миг можете блеснуть передо мною ранним утром ранней весны. Стихи в прозе. Полноте, Иван Сергеевич, вы еще напишете большой роман? Нет. Если я еще оставлю что-либо интересное, так это будут мои записки, в которых рассказ ведется с конца прошлого века. Парижский корреспондент русских ведомостей сообщил в газете вскоре после смерти Тургенева, Иван Сергеевич оставил после себя мемуары, которые он начал с конца прошлого века со слов его матери и вел до самого последнего времени. Литературное наследство, том семьдесят шестой, страница шестьсот сорок шестая. Будет вам шататься за границей, говорил он, когда мы виделись в последний раз, поезжайте в Россию, здесь вы только истреплетесь и изверитесь. Как не тяжела для мыслящего человека русская атмосфера, там все-таки вы на родной почве, которая постоянно воздействует на вас, дает пищу и направление вашей мысли, поддерживает жизнь и энергию, поезжаете. Вы еще недостаточно стары, чтобы вполне оценить разрушительное действие жизни вне родственной среды, вне общественных связей и обязанностей без определенной цели и деятельности. Я лучше вас был приспособлен к жизни за границей, да и то, в сущности, прозябаю и все чего-то жду и не дождусь уж теперь. В последние три-четыре месяца болезни Ивана Сергеевича я не виделся с ним вследствие моего отсутствия из Парижа. Когда я вернулся в сентябре, Тургенева уже не было, и мне пришлось отдать последнюю честь покойному в подполье русской церкви, а затем на северном вокзале в день отправки тела в Россию. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров Корректор А.Егорова Субтитров